Добрый день! 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 Дома, то Вигилия есть абсолютно единственное, можно сказать, такие святы, родственные, кончутные годы, народины Христуса. Вшести себя всегда сберами. Файный климат, хоинка, презенты. О 12 пастерка. Тут я иду недалеко. Витрина Пиака, Венеция. Часами там зайду до полского костиала. Часами, хотя бы не безопасно в полском костиале, потому что каждый хочет себя с тобой привитать и, что так сказать, напить по лампке. Но у нас по лампке, то не пьет лампки вина, только лампки часа. Так что надо быть остро, так что надо быть острожным. Не, традык, традык абсолютно всегда так была. Была такая сама традык, как жили мои родители. Такая сама сейчас. Я, как-то, с женой приезжала. Приезжала целую родину, которая до нас съезжала на святы, а есть trochę polskих колэнд. Так что, не, мило, симпатичнее. Антоний, а ты как? Вигилия? Ну, не помню, что по-гуральску, ну, потому что, как я уже говорил, я уже живу в Верославе сейчас. Но так, очень родинно. Конечно, я думаю, что традиционно, то, что Збышек сказал, то есть, наверное, такой файный, и то есть, то есть очень важный, что по нас очень очень важно. Не, не приходит даже о приконания religийные, о какой-то систем, даже, не знаю, погландов политических. То есть тот час, когда, когда все говорили, что мы это же самым. И это нас очень симпатичнее ломает. Myślę, что, что мы должны очень пить, особенно в этих, как-то, как-то, как-то делятся в часах. На самом деле, помните о том, в этом в том, в том, в том, в том, в том, в том, что мы часто поделали. В этом мире футбол тоже часто мы поделены. Такое впечатление, что вряд ли мы себя кучить. Не знаю, что медиа общественности не подсоцили этой тенденции, чтобы себя покучить, посперать, иметь всегда свою рацию. И та своя рация есть наиболее собственной рацией и обязательной рацией. Тако обсервую те сферы polskие на уровне как бы и репрезентации, и федерации, и клубов. Как это отбираешь, Збышек? Это значит, что мы думали под знаком кулаке. У нас часто так, что как ты скажешь правду, то вне что-то с тем, что правду из-за каких-то кулакий. Но разница подглядов, это абсолютно что-то. Я всегда был открыт и любил, что есть разница подглядов. Как каждый умеет свое здание, каждый бронет свои свои децызии и да себя доказать до иного подглядов только тогда, когда есть ответные аргументы. Однако, как сказал Антек Бугаевский, я могу сказать, что я могу сказать, что я 65-летний, я думаю, я 66-летний, я чувствую себя молодым. Я даже живу в часах, я играю в пиле в часах, когда в России была коммуна, когда были бывшие кабары Ласковика, Неласковика, Смоленея и других. И все-таки 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 набивали. И те, с которых я набивали, тоже с этого смялись, правда? Но сегодня нужно быть осторожным. Когда вы говорите одно здание за душе, одно здание за мало, то можно тебя припять до одного или другого. Думаю, что сегодня этот подгляд будет шалене видочный и шалене небезпечный для нашего политического общества. Думаю, мы должны быть вместе, мы должны быть вместе, мы должны быть вместе, мы должны смотреть спокойно на то, что у нас стало через эти 20-25 лет. Думаю, как мы доезжали до многих вещей, сегодня можно взять самолет и поехать до Лизбоны и никто по дороге не станет даже запытащить о паспорт, правда? То есть, что мы пенькие автострады, стадионы, лотниска, коллекция, мы все-таки много хороших и приемных. И когда я смотрю на эту полско-польскую войну, то я думаю, что я прераженый. Прераженый. Счерзо, но я в этом занипокоеный. Думаю, zwróćте внимание на одну вещь, потому что, что Збюшек говорит, конечно, что когда-то кабареты нас тоже учили, даже тех, с которых мы все-таки смеялись, но все-таки через эти все-таки поларызация этих подзялов всегда спорт, как мы говорим о пиўе в этой филии, нас учили, правда? То есть несамовите. Репрезентация Polski всегда была этим уточником. Завси, когда мы сиадали на стадионе, на трюбунах и угодали между ними Збюшка Боника в акции, то всегда было так, что wspólно кибицовались, мы все-таки вместе. То спорт ма тен пермиастек, но феноменалный абсолютно и не повторно с иними цединами жизни. Тут я думаю, что это не смеет, это не может сменить, так мне кажется. Я думаю, что это не смеет. Это всегда свято, когда полска выигрывает. И, конечно, это так, что когда погибает, то шуками винных, обрюцами себя какими-то грехами, винами, занедбанами, но, в общем-то, это так, что когда есть успех, то мы вместе вместе. Но Антек, я хочу тебе сказать, что я так обсервую, где-то и повстают так называемые партии, даже в нашем мире футболу. Люди, которые хотят только гноисть, которые хотят ненавидеть, которые хотят рассказывать вещи, ведут от самого начала, что все это только и улучшно политика, тенденция, вымысливаясь, вымысливаясь вещи, которые в уголе не имеют рации. И робят то те, до которых можно найти больше застреваний. Те, которые не имеют... Те, которые в прошлощности сделали много, много блендов. Но, как говорится, на бигилии не мало, что за много выгрыдать. Будет карпик, будут файны, приемные истории, будут презенты. Те надо иметь радостное на все смотрение и иметь надежное, что, как говорится, что, как говорится, что, как говорится, мудры Пола по шкоде, что, что, тем разом, не будем мы должны быть мудры по шкоде, но в час себя угарнили. Долучил наш тренер Антони Пехичек. Мели мы проблемы с улучшением с Вислом. Привет, Антони, еще раз. Питам сердец, так засчитное гроно, утитулowane гроно «Лудзи спорту». От сбычка моего пиукарза по двум дзенникарям. Так что выходит так, тренер и пиукарш против двух дзенникарям. Грамы два на два, ну. Поехали, что я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, но не упреждай, не упреждай, заботиться на себе. Я, прощай бог. Збигнем Боник потравить загадать, часами дзенникарям, но дзенникарям, то верь, чесами тоже такие, такие бестии, что не дают так легко загадывать, не? Так что любят тоже преимущество и часто свои рации тут огласить. Но, слушайте, есть такая святочная атмосфера, жона меня так что так что есть оплаты, есть оплаты, так что символичнее с вами с приемностью, с приемностью с вами оплаты, подзелен, потому что это великой приемность, что сегодня так целебруем Вигилию Божего Народжения, канал Правда Футболу. Мам приемность всегда гасшения людей и всегда на вас могу лицить и на Антка, и на Збышка, и на Антонего. Игорь Народженко, с вашей упражненности, чтобы сдержать раками, чтобы поддискутовать, чтобы быть мудрейшим тоже с вашей рацией, так что ламясь с вами оплаты с этой оказкой. А я при оказе, Ромека, я при оказе, тут не есть хост, но это честное. На взмокновение. Умысл о этой поре. Допытам вас, как так собираем о том раку и сегодня такой фильмик зробием на Твиттера, назваем этот рак буржливым в польском футболу. Ну, не ма, что укрыть. Часами, как Хичко кризисирует, то есть уже первая сцена такая драматичная, но потом есть только интереснее. Эту первую сцену в 2021 году вырежиссировал наш гость в цаточке, Звигнев Боняк, силой речи. Те, ты думаешь, что это был буржливый год? Как мы, джинникаре, тут действительно есть вигилийная атмосфера, но... Прежде всего был тяжкий год, тяжкий год, но... Буржливость этого года и последних 14-16 месяцев wynика прежде всего с COVID-19. Не запомним, что много было покосим того, что делал в нашем сообществе, с нашей речи. 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 в следующем году сменили seleкционер репрентации народовой. И, конечно, было это разнообразно принятие, а потом выживание группы на мистерствах на мистерствах страны можно сказать, что это можно сказать, что это нормально. Крытика в спорте и в пище есть. В результате, что потом дают раку или раку не дают. Но не будем сегодня до этого верцать, потому что не хотят до этого верцать. Я всегда говорю, что если что-то, что было смешно сделать, то не был то аспект чисто-пиулкарский, потому что цел здесь стал осуществлен. Но было много проблем, которые споводовали, что ратуются в ситуации, что-то срабатывать какую-то ситуацию, что-то немного оптимизмом, иного спорта. Я не могла такую решение поднять. Это решение на пласчизне спортской. Но факт это, что этот год, что-то уже начался по этой решению. Анатони, ты всегда бронишь тренеров, но сейчас есть такие ситуации, что сменяется тренера. даже с бомом. Збисек всегда говорил о том бом, который ему товарищал в стеклянке. Ну, я был выразителем opiniи, что конечно, каждому из пресесов присутствует право, что можно такую решение поднять. Во-первых, и жаден из нас, а не ты, а не я, а не цена плавиада и других тренеров, не имел таких информаций, не сообщил, не проводил много разговоров с тренером репрезентации. Не сондовал в многих вопросах. Ну, что пресес такую может поднять, я бы просто брони Брэнчка в том, что в пекном стиле вывалил этот аванс, что он не подлегал каким-то большим perturbациям. Ну, и если ему не удалось, то не никаких гаранций, что Брэнчкови бы не удалось. Но это было, в дыбане, то уже было, миняло и не мало, что до этого возвращаться. Но я хотел бы подкрыть один момент, что тренер Сауза стал невероятно тепло принятым в нашем крае. Инна вещь, что он потрапил себя зналеть, что он прекрасно себя запрещал, что он прекрасно говорил о святых, о досконавших кибицах и так далее. И это действительно из этого антре, из этого вещества до нашей пилки, вышел врэч целево. Потапил очень сугестивно говорить, с мимикой, с гестикулацией и так далее, и так далее. Не знал на только английский, чтобы потапил оценить мерыторичную ценность того, что он говорит, но что-то все свои руки и ноги. Однако один основной зарзут, который каждый из нас может подтвердить, потому что каждый из нас в такой ситуации находился. Если где-то есть моя новая площадка, то я могу найти одну или две люди, которые могут быть первым информацией. и если бы такого было, то в первом месе с Венграми, где решили Глика посадить на лавке резервовой, зарызыковал двумя молодыми стоперами. Конечно, если бы ему вышло, все были бравы. Но эта оборона была сцементована dzięki Гликову, то мы не были. А Збисек знал досконально Вадка Жмуде, с которым грај и в Видзеве, и в репрезентации. И ве, что это значит иметь человека, который не только добре гра, но и добре оборону и дыргуе. А так Беднарек, как и Хелик, которые тогда грали, такие оборону не за очень много. Если могу здесь преимущество, то он сказал так, что Павел Соза мое 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 Диурек не только, что этим жил, но и так сказать, что за нескольких, но еще до этого всего, накреканный. Но я хочу одну вещь сказать. Это не так, что сегодня медиа общественные говорят, что все. Тренер Солза, который у нас в Польше, потому что от первого дня сотрудничает с тренером Столарчиком. Тренера Маловийцкого, сегодня уже директора спортивного Дорне, с которым он в очень скосных отношениях, которые он присылал на меции, о которых он говорит о рапорте. Дише я могу быть в своем доме в Риме, могу обожать целую Лигу от А до З, все меции. Но я здесь с тренером согласен, что сегодня даже есть случаи тренеров заграничных в нашей полской лице, которые уже 4-5-6 лет и которые не говорят в нашем языке. Для меня это немного проблематично, потому что я думаю, что если кто-то 5-6 лет в Польше тренует на каждый день, то этого языка должен научиться, так же как мы, как полсцы заводники. Когда мы ездим по всей Европе и полский заводник едет до Блок, то каждый по року говорит по-блоку. Полский заводник едет до Немец, потрасти по полу-рока или три года в Немчах высвободить. Курцы, приезжают до полских заводников заграничных, играют 4-5-6 лет. Как я могу сказать два слова по-полску, то сон бладзи. Я этого не понимаю. Это значит, что трактуют нас źле, что трактуют, не имеют такого такого как-то шакунку до нашей культуры, до нашей мовы, до нашей rzeczywistoсти и считают, что мы можем учитывать их язык. Это мне не за очень понравилось. Да. Я бы додал, если бы мы до этого не говорим, что не только о культуру, но и о том, что они трактуют эту работу у нас, так скажем, односезонно. Это отшкочная до карьеры немного дальше. И с этим тоже нужно согласиться. Попадать на Гуардиоле, который перед начнем праздничества в Байерне, через год сезал в Новом Йорке и учил себя немецкого. И приезжал на первую конференцию праздничества и заскочил всех, что он по немецкому говорил. И это правда, что не пленнее, но потратил втумачить вопрос, потратил... Ну, заимпоновал одним словом, что привязывал такую важу до языка. А я часто, даже в программе, и мы первый раз вместе, но с Ромкой, как я был, то подкрысляем, такое słynное hasло тренера Бенде. Мы много времени. 8 секунд. Как он это сказал по-полску, pełен экспрессии. Как он задзял на этих piłkarзи рэчных, запропоновал такое rozeграние piłки, выciągnąć брамкарза, противника, чтобы играл jako там 8-й заводник в полу и прехвыцить piłkę и его прерусить. И так все стало. Змешиваем до того, что та экспрессия есть несамовище важна. Ну, что я тебе говорю, как ты праздываешь с тылыми заграничными тренерами? Ну, то... Каждый углапишь, ну. Ну, что это значит? В моем ранкигу, панец тренер, а в моем ранкигу панец очень высоко. А что панец досконально верь. Панец. Но я буду это по-зенекарску вкроть. В моем ранкигу даже в полуских тренерах я не высоко, но очень высоко. Збышек, я буду это вкроть с одним таким помыслом, интенсивным, не знаю, по-часье, то всегда, мы, 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 но именно у нас мне панец что как я, когда мы были приемлемы с опытом Пауло Солзе, мы были проблемы с проблемой, потому что я говорю до него, что я говорю слабо по-ангельски, он говорит а я говорю слабо по-немецки, так что но что-то там дукали мы по-ангельску, но никогда бы я не поднял выводу в языке ангельским с Пауло Солзом, поверили мне это Марцином лучше, и мы поговорили потом в английском, но мы говорим о что-то, что-то, как я смотрю на этих кадровиков, по-ангельску, 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 для нас джинникаря антек, фантастычный, з-венокр, отправы, видимо отправы тренеров, отправы тренеров, видимо, и то есть фантастычное, там есть мотывательные отправы, а и тактичные, например, видели мы отправы, для меня джинникаря, это радость, потому ну, пануне, вы это видели, но мы хотели бы это увидеть с Зантком, так, быть в этой шанке пиелкарской на poziоме финалов Euro, элиминации Мундиалу и увидеть, как как-то си розгрыва, правда, и видимо те отправы, и так, так сэм, мысли, аз тих двудziestу пару хлопа, которых там сяди, то иду муи добре по-ангельску? Ну, так объективно. Ну, так, то, конечно. Душе, душе муи по-ангельску, но там есть тренер Пехничек, мам фантастычного, мам фантастычного человека, который может, что так повем, робить тестымуниансы, не знаю по-польски, как-то си муи, тестымуниансы, может поверь, что так есть. Пануне, каждый тренер добрый может иметь заводников 15, которые говорят в разных языках, ма боиско, ма все, может их научить схемату, все, даже как говорят в разных языках. Пићка, то не ес грон, что человек идёт на конферен, идёт, что так повем, пред мецем на погаданки и там доперывается, что он на боиско робит, потому что он учится в несколько дней, то он учится в день впереди, то есть, что так повем, какие-то споткания на видео, каждый заводник, где впереди, что ма робить, а там есть только трошечки такой шлиф, так что не выдает мне себя, чтобы это было жадно. А то один аргумент, Зиби, бо о чем я хочу, я хочу до пуэнты дошлить. Пуэнта моя есть такая, что даже если приймем, что по-пођа говорит по-ангельску «добре», або «бардо добре», то другая по-пођа говорит «так себе», або в целе не кто-то, что не забракло в этом штабе у СОУЗы, потому он не мог научить Антони язык, за кроткий час, правда? И действительно, этот мец за мецем в марту начался 15 мецов, то что-то токсило, это пићкарске жизни, несамовище интенсивно. Повезуме, что не мог научить язык, а тоже умеет vivre бẼ. Стоит, дажеify вот тумача, когда конверонсты идет по-добре. Ура nouvelles тумачника. То есть кто-то longeензикое, но чуть-е не забракало в штабе Полака z языком portugalskim, bo przecież штаб rozmawia po portugalsku. Такого, не знаю, Мельсарского, Млнерчика. Забач, выминяем конкретных людей из полской rzeczyвестности, которые говорят... Но, Ромайк, но спокойно. Мы делаем встречу в игилейной встрече. И мы уже дошли до внески, что мы знаем, что тренерцы очень важным членом какой-либо дружины. Может даже и на важнейшем. Но мы решили поговорить о пиолетарях, если мы хотим сделать какую-то анализу. Но тренерцы не играют. Но играют пиолетарцы. Существа. Я бы я сейчас задумал над первой бракой, которую мы тракимем за Словацией, где есть двух наших заводников на одного заводника из Словации и смотрят на другого и отбородзаем его взроком. Отбородзаем взроком. А я памятам, я на этих тренингах был, что тренер zawsze говорит так, в связи с тем, что мы хотим играть очень офенсивно. Грамы на полове противника и хотим играть офенсивно. Хотим им отбирать возможность распространения акций и то грамы с всеми. Так, с Хиспанией, не с Хиспанией. То мы можем сделать одну вещь. В моменте страти пиолетарей на полове противника отразу доходимы до фаулу. Отразу фаулуем. Отразу. То есть такой фаул легко технический, легко тактический, но отразу... Хау-хау-хау-хау можно Анатониего Бугайскего. Я бы не могла, что так помню, попросил о какое-то сло, потому что, что, как хочешь говорить о заводниках, то такую найчекавшую книжку, которую ostatnio oglądałem, это была книжка написана через właśnie пана Бугайскiego, который писал на temat пиукарзи таких, которые были kontrowersейни, mieli какие-то прежиция cieкаwe, которые miały прибыль на пребег их карьеры и то все все умејстовиное в этой книжке. Но я отвечу Збышкови на задание питание. Мне się wydaje, что велкость тренера в том, о чем ты говоришь, полегать на тем, что грамы сегодня в стрелу, грамы, ну, ставимы себя, скрыцамы поле игры, грамы в линии и так далее. Но для обройцы, что есть важнейшее? Умееетность выигрывания поединков 1 на 1. Как он будет иметь свидетель, что он будет быстрый, спранный, zwrотный, скотчный, то он то пойдет и при этой первой брамке ему сиатке заложил, другого оbleсял, ну, то было на poziomie rzeczywiście, так как говоришь, может, дружины juniorов, но это не из их бледов, это вынекало по-просто, что если не сделаешь бледы, то никто не будет выдержать, что это блед. Ну, они такого бледа не пережили, а провидеть такие бледы, то поверь кто? Ну, именно тренер, и поэтому привязываем так большую важу до тренера. На тематы defensивные говорили нераз, я могу сегодня сказать, потому это Вилгилия есть, Збюсек сказал когда-то такое задание, что марши ему чтобы премьер еще пограть два года на позиции стопера, что через мудрость тактичную, через доброе уставление, через спраwnoсть, через то, что хорошо играет голову в повече и так дали, и так дали, с поводением мог играть, только не знали себя тренер в лицбе многих, которые просто бы зaufали и и и декидовали на то, чтобы заграли. Змешиваю до того, что через целое жизни, где играл, то основное задание в обращении была уменьшенность выигрывания поединков 1 на 1. Поехали, что выигрываю по слову. Так не до конца как он говорит. Я граю на стопере в меции Холандия-Пolsка в Роттердаме, где играл в Ван-Бастен. И не были в стане штыха сделать. Граем последний местр в Ирландии на стопере. Я скажу одну вещь. Я сегодня с перспективы времени как смотрю, то я uważаю, что шкода, что по 86-м году сказал достаточно. Я могу сказать, что я скрою грань в репроизентации, потому что было totalно разходило. А был потенциал Несамовитый, потому что было так. Кубики, Вдовчик, Дзеканоски, Прусик, Тарасевич, Смолаев. Яси Урбан, который в полсце, о Яси Урбане, о Яси Урбане, како тренер, не знают, что Яси Урбан, это был один из наиболее утирентованных полских помощников. Привязывался, такое опанование пиуки, дриблин, стоял на ногах, тяжело, трех ему могло на плече замесить и это была очень добра дружина, но, но, тогда так было, поднято такие дизизии, а не другие, был тренером кто, кто, вгру мне, вгрубан, не надо, а репроизентация ся разъезжала, я так слышал, что часто такие дискусии приезжают на свой кост, на репроизентацию, тогда были inne цасы, что не, по кое по-болоски украши заграничны, кто, что, что, мы свои, человек с этого срезыгнувал, была шанса пытать на Мистецтва света до ВООХ в 90-м р. но, все где-то выполнили какой-то бунт, по 86-м р. пан срезыгнувал, правда, некоторые срезыгнували, надо было немного на ново срезыгнували, но, така ес правда. Антони, ты, как автор двух книжек, был себе пылькарш, шукаш таких историй, обецую себе, что, 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 потому что, такие истории пылькарши, часто не первопланных, даже не другопланных, даже трехопланных, но, в которых те дружны тоже не функционируют. Пылька то есть збюр людей, которые споткают в одном часе, в одном месте, кто с ними доводи. Это правда, и такой был замест при творении этого збору. Ясна справа, я целый час, это как бы нови пылькарцы до открытия. Никто не запомнешь, właśnie Збигнеш Воник вспомнил мне в Кафе Футбол о пылькаршу, который тоже премкнул так через polskую пылькаршу в летах 70-х и заинспировал меня до того, чтобы с ним споткать даже, а человек не зналялся в этом зборже. Написал о нем дуже текст, говорю о Андрею Гарлею, мау, фибриановый пиўкарш, миски Кракуф, абсолютно непреченнен, интересный, теперь уже человек старший, конечно, в Дэмбике, там дотаром до него и симпатичнее погадали, он очень просил, чтобы поздравить, пиўкарш, потому что он сейчас так уже совершенно с боку живет, как нормальный человек и наглэ слышит, что в телевизии Збигнеш Боняк великий пресес ПЗПН, великий пиўкарш, вспоминал Андрея Гарлея, так что тут при окази хотелось тоже о том сказать. Это одна вещь, но как уже я при голосе, потому что с интересованием слушаю выбитных постаци полской пиўкарш, я действительно засштицный, что могу послушать и уже не хочу даже входит в влажно сегодня в какие-то острые полемики, но поверь о едином речке, о тренера Солзе, я памятам, как Збисек, ты говоришь когда-то затрудняешь Адама на вауке, когда отшел и стал звони в Вальдемар Форналик, что закончил свою мисию, что не спираем он по-просто по-прежнему элиминах отшел, говоришь, в репрезентации полской должен быть Полак, я памятам твою декларацию, а то не декларацию, это была opinия, и тогда поседаешь в этом керунку, затрудниешь Адама на вауке, позднее Ержего Брzęчка, rozumiem, что доседаешь до такого момента, когда сважаешь pewне раке за и против, узнаваешь, что не встаня не было на полском рынке тренера, который мог бы в в том моменте, когда зваляем Брzęчка быть вголе кандидатом в репрезентации, бо не хотелось в 2 раз и подбирать когось из клуба, не было бы тогда таке просто, но ситуация дошлала до того, чтобы где-то где-то прежде чем это на хвиле, но я целый час uważам, что на дужшую мету, на дужшую мету, доказал, что наступный seleкционер, обе это было как позднее, потому если месторство свиата, то будет Полак, но не ес латво, если бы мы сейчас так задумали, если бы мы начали превратить названия, то не ес латво на полскому рынку найти seleкционера, потому потом в seleкционере нужно створить варунки работы, а местор местором 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 в прорезисе местором и есть много, но я часто слышу такие задания, местором можно взять Папшуна, правда? тренер Папшун, но на разе в Ракове часто репрезентация то есть zupełnie coś иного, то можно сказать, тренер Пякничек был тренером Одри Ополе, потом присzedł до репрезентации, хотя тогда было одно время, потому мы много разом были на обозах przygotовавших, я до сезону не подготовили, так как сегодня в клубе в Дубае или в Турции, только с тренером Пякничка если бы себе приготовили, где-то там в Польце, даже в тяжких warунках и так далее, и так далее, то сейчас в гуле изменило, сегодня тренер seleкционер, тренер клубов в seleкционер, то это два разные заводы, а так правда говорили, что Андрею Гарлею, о Гарлею, в Польце было пиукарше, чтобы мы начали применять пиукарше, которые можно поедить в этой репрезентации, так не лизнели, можно сказать лечитко, но такие, которые в этой репрезентации отгравили, такой Альбин Вира, то сегодня был Петр в каждом клубе было так много добрых, и памятайте, и сила нашей дружины тоже была тогда добра, потому все пиукаре гравили в Польце пиукаре, это совершенно другой празд, празд. Почему мы говорим, что мы когда-ли были добрые клубы, а что думали, что когда-ли, клубы, которые были в пионе копальненом, гурничном, или в пионе милейном, или или были клубы легче проводят сегодняшние? Нет, только проблем был другой. Все самые пиукаре гравили в Польце. Если бы сегодня в Польце милейном, Левандовского, Милейка, Пиотка, Буксэ, Крюшовиака, Зелицкого, Белико, Гросицкого, Гросицкого, всех заводников имели в Польце, то я гварентуешь, что 2-3 полске клубы гравили в Чемпионс Лиг в фазе групповой. Наси страницы были бы иначе пострегали на арене международной, а со своими клубами осуществляли sukcesы. А мы проводим такую политику, что вы продаем милейные мебли, которые мы, а берем, так можно сказать, такие неантыки, берем то, что на рынке лежит на пулках. Така правда, потому что нас не стоит на купить пиукарзи добрых, потому что за дороги. Мы за то, что можем купить, то можем купить пиукарзи пресчетных. И так это выглядит. Так, это сегодня не реально, чтобы мы затримали пиукарзи. Те спекулаке transferовые, так как попросили сегодня, или вчера, на интернет, они dotыкуют полков заграниц грающих. Пиотек примиряется до Galatasарай. Я тут symbol этого года, для меня в пиукарзи. Учестник в двух spotканиях с Хиспанией появился на боиску в 55 минуте, а так на пиукарзи. Гра полгода в меции демокриде. Каспер Козловский демокриде. Каспер Козловский, Дарюш Адамчук в этом тегомиу подтвердил в радио Шпекин информацию, что действительно договорил спрета этого пиукара до Англии, что не хочет этого крыть перед кибиками. Может удалить Каспра Козловского затримать на виснэ. Что такое тоже сказал. На счастье можно powiedzieć, декларация на правде футболу два дни тому пресеса Пиотра Рудковского дот. 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 Долго пиукаря Куби Каминистей. Что абсурдом было бы спредание Кубы зимой, мимо тех пропозиции, которые падают, а слышим о рекордовых пропозициях за 19-летнего скридлого. Natomiast Piotр mówiąc о том, что абсурдом было бы спредание зимой, ну уже признаю, что летом пиукаря достает пропозиции раз 10 того, что зарабля в Польше. Но так, но прежде всего тоже дуже пида Лех достает. И тут надо разуметь клуб, потому что говорит Сбюшек это правда, что та лига не поровнувальне слабшая niż лига 30 лет тому. Памятам, сам не памятам, но часто до этого вертам, когда вертую разные роцники и разумеем с людьми из старшего поколения, что был такой день в Польше и пиуце это был 1 квитня и это не был премиаприлис 1970 года, когда два polskие клубы играют свои первые меции в полфинаах европейских пухарах. Легия грала в полфинале Пухару Европы, czyli Пухару Мистцов. И Гурник забрали в полфинале Пухару. Это абсолютно небыло и не до выображения с дизайной перспективы. Там грали только полсцы пиукуаре. Только полсцы пиукуаре, и, кое-каке, которые грали в тем самым составлении или уставлении дурины через несколько лет. Как Ощлзло и Костко говорят, что 8 разы сделали с ряду Мистцовство Польский с Гурником Забрежем. То есть 8 лет грали разы. Но то, что нужно связать до того, что Змисzek говорил, тем большим соменом и значение тренера. Я себе маржу, как так смотрю на гры споловые, не только на пиулку на NBA, на Косыковку, не потому, что так хорошо в косах граем, только по-просто којцием АВФ, где Косыковка стала на очень высоком poziоме. Чародзее Збилан назвал «Найлеще свидетельствует о классе этих косыкарств». Отож, «Чы кто-лик из тренеров от окраевцев, но и частям полицей разговаривал с заводником на тема «Слухай, то есть твоя залетом, то сон твои атуты, а то сон твои вады». И ты, хчёв, грать лепей, мусишь над тем, а над тем, а над тем працать. Чи кто-с из них достоал какой-то скрипт, который говорил о том, на что zwrócić увагу, как подготовить сам motorycznie. Грамм с Россией, сброси, граешь, я памятам поражку 2-0 на лужниках, на том stadionе, на котором będziemy грали, едином выружняющим się заводником был Бонек, который был знаным najlepszym piłkarzem meчу, dzięki czemu? Dzięki temu, że был szybszy от них, а szybszy был dzięki odpowiedniemu treningове, до того, что резервы в этих заводниках и даже как мы заводников второй класы в нашей лиде, то по году праздникам могу выстребовать на высокий пуап вытрималость и вытрималость сибкостью, что могу в процессе двух лет поправить видочным голым окем технику и что могу змусить его, чтобы через целый час трвания своей карьеры досконалил свое подготовление тактичное, бо пијка ножна się zmienia и инакцией грало с двойком стопперов за часом Бекенбауэра и еще там когось иного инакцией грало как Раузьмурла с Янасом, а уже инакцией гра си гра си 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 смешан до того, что в тем всеским им труднее, тем меньше треба от интеллигенции тренера, от его wiedзы, от того, как он чувствует джесс, а кто может, еще одно знание, кто может этой wiedзы больше принести? Полсцы пијкаре, как Левандовский граў у целой плеяды найвыбиднейших актуально европейских тренеров, граў у Клопа, в Боруси Дортмунд, граў у Гуардиоли, в Байерне Монахиум, актуалный тренер репреzentации Немец, есть тренером Павла Янаса, это невыцерпана энциклопедия вьедзи, что сделать, чтобы приспесить развой этих пијкарзе, чтобы не попељняли таких простых бэндов, какие попељняют в гре депензывной, бо о тем найчэстей говорим. Стрелимы две, але стракимы три, стрелимы три, то стракимы четыре. Пэн тренер, а это еще один иный проблем, что «научцыццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц хоповый, кто хочет вытянуть бледы, то уже есть его ворогом номер один, потому что это такое холубение игроков, уже молодых, такой час, только позитивный, все хорошо, что-то такое. Я говорю, как на лекции математики, мы начали гадать или читать с тылу, что-то спорный, то пришел на учитель, взял такую линейку, или что-то еще и дал по лапах. Но сегодня это не возможно. Если бы был по лапах, то, 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 то pewnie была бы прокуратура, правда, комитет родителей, потому что комитет родителей. Ну, так, ну, зresztą, mówiąc о пиукарях przeciętных, добрых, то я вам напомню одну вещь. Ну, я тренера Пехницчка по разу первый в жизни познаем, когда поехали с Видзеем играть до Одры-Ополе. И играли мы с Одрой-Ополе. Панове, в Одре-Ополе не было правее жадного заводника, который играл в репрезентации в тамтых часах, который был потом премьер Мунарчик. У нас, панове, там была, там была плеиада пиукарзи, którzy, którzy в оброне двух środковых, не памятам раз, Кващневский, Адамец и Вуйццкий. Адамец, Вуйццкий. Коец. 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 Мolo. Та была бран equipment. Коец. 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 Когоц. Самополь. Костюка лагинь. Коец. Коц. Коец. Кosse War Awareness. И выходитесь и не был в состоянии, не был в состоянии, не был в состоянии, не был в состоянии выиграть. Потому что все полцы пиелки играли в Польше. Это так получается, но это проблема. Если мы говорим, тренер говорит очень хорошо о том, что можно... Но сегодня в дружине на 11 пиелки масло 9, а часто 10 обцокраевцев. Это так лапо с ними 2-3 лет, чтобы говорить, какие были браки. Так как Пан сказал, Пане тренер, пиелки по року-часу, как только у вас оферта, то я вам дам простой пример. После таких 5 лет, трех лучших пиелки играли в Легии Варшава. Один называл Николич, другой называл Приоевич, а третий был Джиджи Офойе. Вы понимаете, как закончилась их пригода по року играния в Польше? Все были скучены, все скучены. Некоторые даже до Польши не приехали по вакаке, только высылали своих менеджеров. Они уже теперь не хотят, потому что они не хотят, потому что так трактуют нашу Лигу. Какой можно сказать, пристань, стакция бензиновая, где они должны наpełниться бак, где они должны вычислить, умыть автомобиль и, как только что-то случилось, уехать из этого края. И это тоже самый большой проблем нашей пиелки клубовой. Так, Збисек, но скажем, что это тоже тренеров. Остатний приказ, не знаю, Мартина Шевели, тренера Заглэбия-Лубин, который на тюдень пред стартем разгрыык поржуца дружинэ по-просто, потому что он на оферты от шейков. Ну то, ну то, ну то тоже не najlepiej świadczy, właśnie, тоже о тренерах, которые... Велу из таких тренеров, бывало, в принципе, Рикардо Монис, памятаймы, тоже в Лехии, когда достает оферты из-за границы, по-просто, без влюжения окей, zostawia polskу дружинэ. Ну то, Антек, началась тема тыгодня. Ну то, Антек, началась тема тыгодня, но ваше, началась тема тыгодня, бо медиа с полной информаций, спекулаций, донесењ, дотычащих Паула Саузы, что споткајся з działачами Фламенко, а его менеджер ест на певно мега активный на рынку поудниевоамеркинском. Наверное, я смотрю на его, его ostatнёй Instagram, то там, co zdjęтие, то Америка Поудниова з Абелем Феррером најчетний. Абел Феррера выграј два разы Копа Ли Берта Торес, то есть очень чётно се Уго Кажуда покажује. Збюсек, как ты отбирашј то замешание в окей Паула Саузы? В дейсейшем свете это абсолютно, абсолютно нормальный. Мужча сказать, что несколько раз я разговариваю с Пауло так приватно, чтобы себе решение, что-то погадать. Его интересует только одна вещь. Меджер з Росјом, и ебентуальне меджер со свецијцом спотканией Швеция, Република Цехи. То есть его занятие, он над этим сидит, над этим студије, над этим мыслит, над этим праује. Но то, что роби его менеджер, его менеджер, то есть то само, что с Козлоским. Маме Козлоскего, а уже вся Полска муѓи, где он может путь и может граћ. Но прежде всего этого не роби Козлоски, только роби его менеджер, бо такая же роля менеджера, чтобы популяризовать продукт, на который может заробить. Но тут и сейчас? Прошу? Тут и сейчас? Дисейте, при этих пензензах, нистете. Я говорю, то есть одна вещь, что в наших часах, в наших часах децко дыректора и децко роботника мешкало в тем самым блоку. Дисей децко дыректора мешкало в Констанцине, а децко роботника на якимось оседлу. И то есть тоже та рожница такая споэцчна, которая когда-то поводовала, что пензензь не отгрывал роли, бо мы ciąгно говорим, что кто-то 10 раз меньше, то мы дециджимы, что вы едете. Но я тоже могу достоять 5 лет больше денег, могу достоять много времени. Какой-то нигде не выехал wcześniej, но не было этого культа пензензе. Были разные ценности в жизни. Я себя сегодня загадываю и все это все понимаем. Но тоже о Камиле Козловке говорим, что может поехать, что Брайтон хочет какие-то рекорды и так далее. Но помните одну вещь, и кто не является звездом этой экстра-классы, звездом экстра-классы, который выигрывает в своей душе и является лучшим заводником, кто-то выезжает и все целибруют долары, все целибруют евро, все целибруют все целибруют но так быстро до первой душе так быстро не пробить. Потому что, чтобы играть в добром клубе, в добром клубе на Захоте, в первую очередь нужно быть звездом в экстра-классе. Так, так, конечно. Приклад Роберта Левандовского. Конечно. Полский Яков Камил Стрелсов. И тоже мучил через первый год. Так, так. Свои прожил. Отпытаем о то Петра Рудковского, что это не не диктай, что даже с Леха выезжают, правда, часто это соменды полиции. И он был очень думный, как ему показали на меции с Англией в Варшаве, где было пять выхованков Леха, плюс Роберт Ревандовский, который прешел через Леха, czyli было шесть пиукарзи действительно связанных с Колеёжем. Но я запытаем его в контексте этих всех пиукарзи, таких как Пухач, или Юзьвиак, которые выезжают, имеют огромные проблемы с гранем. А он говорит, а для меня это не не странно, потому что мы мы, я не знаю, 28-30 Лига, а они идут до сильнейших и до конца они не готовы, чтобы сразу вскокать до склада. То, что Збисек сказал в контексте Кацпра Козловского, он часто бывает резервовым еще в погоне. То есть пиукарзи между первым складом, а змейнникем, Джокером, а первым складом. Конечно, он шесть разы заграл в первой репрезентации полской, dzięki Паулу Соузе, есть репрезентантом Молодежовки. В листопаде видели его в репрезентации Молодежовой, но в меции с Немцами тоже с лавки резервовых. Однако такой Камињски, он ма лицбе в этом сезоне. То есть пиукарз, который ма лицбе, в конце ма лицбе. Так. То есть пиукарз, который ма лицбе и пиукарз, который гра в дыржене лидера экстра класы, такого неприпадкового, много, от давна не милишми такого мокного лидера, в который способ так konseквентный змешал бы по титулу мистцовский на этом этапе грибе. Поэтому Камињски парадоксалне, так как говорим о Козловском, которого Руневич эвидентне хотел спровадить на земј, стягнув за ноги по тим пово�ланию на виснэ. Хчаў ему показать една, что чекай, чекай, усијдь на лавце. Так было по пово�ланию. Он зараз, когда доведялся, что будет пово�лани до кадры народовой, в ближшем меции Погони был резервовым. И это тоже было знаменное. З другой стороны ма лицбе ситуациј Камињске, который гра с Сан Марино. Сан Марино меч на выјзде. Абсолютно му меч не выјзде. Ктось пове, как он не надај, в таком мецу не показуј своей класе, то, что за пиўкар. Конечно, это не таке просто. Для него это был абсолютно меч о спором тяжелах гатунковым. Сам признај, что ему не высадј. Але фактически, позјј, когда зешло з него зешло з него цијщение, всјци јж троше иначе на него патрыли. Есениј он показал на правде мос. И навет троше з недоцнене. Моим здајм, это пијкар абсолютно готовый до того, чтобы быть лидером Леха. Але згадам се. Очіјще, то есть то, что он муси то показать на дистансе дужше, ниж една рунда, чи јден рог. Где выјзде з Польски, то бјдзе мејо мејо такие проблеми, как, нејвем, как, скажемо, Пшемек Плахетта, который гдејс тарас начинајо граћ в Норвич, аль мијо, что через дуги час в уголе не грај. Мимо, что Саусар дала ему шансы, побојваў его, а то был пијкарц, который абсолютно на кредит появлялся в кадре. И та кварантана на Заходзе ејднага болесна для этих пијкарзе. И тут реально најпе было, когда бы они душе грави в Польске. Но та сила пијдзе, а ну, Збышек, ты говоришь, что давно было не так. Пејднега так. То было не так. Я тебе дам просты пример. Дзейсијси медиа спојчнојсијсије, как тренер Пијкнишка был тренер репрезентацији полске. И при дзейсијсих медиа спојчојси, и медиајсијси, Окоўски у тренера Пијкнишка не грај. Вы быјси ошалени. Вы быјси с тренера Пијкнишка, вы быјси цена Пијкнишка повесили на шојдиндзе. Мужчэ спростућ. Окоўски розеграў у мее. 19 мећси стрелил јдно брамке. А то не граў. А то не граў. А то не граў. Смоларга. И цаўа Польска бујабе за Влодзьком, замијс за Окоўком. А Окоўка тоже любиј, цениј. Навјц застанавјајмся, чи не могу заграј двома левоскрыдловыми, з тим, що едне граў се прерзуциј на право. Дзијј, чи пан може граў на левој оброне? Пан муси граў на левој оброне, бо немаме левој оброњцца. Мимо, що я wiem, что пан си левојчује на правој. Але я chаўа быјм ещё зѓуть уваге на едно. Менувище уталентовани пијјцар од улу влад входите школене центровне? Повезмо, że ов 12, гра в всеснадце, сьзеннадце, сьзнадце, 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 девятнадце, двадзесяча, двадзесячаејдден. Сењ лати гра ѕзROјба 5-6 трениров, художни працюј з молодзијцом. то там не есть оказа, шанса и час, чтобы с ними разговаривать, что его ждет, как выедет на завод. Что нужно быть, что минимум, 30% лучше подготовлены motorycznie. В том смысле, что нужно иметь 30% меньше витриналости и 25% витриналости витриналости. На что обратно уважаю внимание? Как бы я был этим тренером, то при каждой оказе запрашивал бы на встречу Левандовского, чтобы рассказал какая есть разница между Клопом а Гуаргелем. Прошу мне верьте, что я часто задумываю, как разговариваю с тренерами, то моё основное питание брось всегда. Что сделать, чтобы надробить страничный час? Я вижу, что хлопок ма 21 лет. Он есть в нашей оцене очень уталентованный, может выехать и так далее, а он спрачности не за много. Ма тысячи, ма бэды, которые как бы поправил, был бы zdecyдованием пиукарем лепшим. И то, и то, и то есть подставка, что с тренером. Когда мы встречали с пиукарем в такой репрезентации Испании Хьеру, капитан дружины, знаете назвиско, он сказал так. Пытание бромяло, что юниорсы играют так, как первая репрезентация? Он говорит, не. Первая репрезентация игра так, как юниорсы, потому, что мы от юниора учимы, как нужно играть, потому, что, как они находят в репрезентации, то уже не знают, как приспособиовые лысые кони. И тут есть ответственность на многое вещи. А тут каждый, который приходит, управляет, что так в свой фолвар. И тут одна из причин. Прошу мне вирять, что мы мы дольных пиукарей, но не мы их totalно зепсутых. Как кто-то мудрее подойдет, как кто-то мудрее с ним разговаривает, как кто-то напроводит на правильную штишку, то он он себя przekона до этой работы. А я чтобы я чтобы взмоклить я чтобы взмоклить тезы тренера пихничка. Я думаю, что это не модно, потому что тяжкая праша на тренинге, то все смеют, что если от первого тренинга уже нужно играть, то для меня это немного неизвестное, но я просто пример. Я бы взял по двое все sukcesы полской репрозентации на каждой имплезе брали себя с мудрости, с выбегания, знакомите контры, а прежде всего с приготовления физичного, чтобы мы были, мы на боиско давали идею, что мы с противника три раза шибше, три раза взрослежнее и нам это все выходит. И это всегда будет домером полской пиелки. Конечно, если мы до этого доходимы технику, если мы до этого доходимы инне валоры, но мы нигде не будем Хиспанами, нигде Волхами, нигде португальчиками, потому мы до этого не маем климату, а не ментальности. Мы ментальности немного иную. Я тут абсолютно с тренером с тренером сгодзю, потому что даже если мы так преследимы такой простой этап. Два-три дней тому скончили си разговорки в Польше. Дружины вымечены, тяжкий терен, зима, холодно. Сейчас встретились около 4-5-6 стюня, wszyscy разом, походим до Дзеку Дубаев. Походим до Дубаев поедем Легия, но походим там Турция, от первого дня то уже как говоришь в препод Легии до Дубаев, то не скажешь мне, что выполняешь какую-то тяжкую работу физичную, но работа физичная не ма на то часу, то уже кое-не кое-не-го, что когда наши пиукарцы в котором окресе мај сдавить эту базу, и как я хорошо сказал, от 16 года пиукарь ходи, что так поверь, до первой дружины, ци най-здольней си 16, 17, 18, 19, 20, 21, и он ма 21 лет, и он еще под взглядом физичным, он еще не ест готовый на грани, что так поверь, дојржај пиуке, ну то мне се смећ, ты мне се смећ, как я мај 18 лет, и мя зубачил тренер Ордон, святе памяти, тренер Ордон, муј так, сынусь, ты мешкаешь в пиуке, а в твое ноги мусе быть динамичны, ты ко вторек и пиотек себе уставишь 10 плотков, 10 и обу нож, мислишь ми мислить цах, 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 10 серий. Я на почтку, как то зробић, то повелам так, ноги мяјм пообијне, нос мяјм пообијне, но не бојм не бојм через те плотки встані прескочић. Я по 3 месяцах, я по 3 месяцам, мяјм таку еластичность в ногах, таку сиј в ногах и не будувајм той сиј статичной, клеја дзисяј си роби, все там ходиј на сијловню, од раме вечера помпујј, 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 то нис не дај. Пиўкарь не мујси мујси мяјць, за душе маси мяјснијој, а за то мујси гибки, сијпки и мець еластична, добро ноге. Али дзися, дзися јцем цекаве, а бе такие тесты зробијць пијкарзо мујдым, а бе какбе, какбе то глиѓдало. Бо мујси бајдзо, а бе мујси бајцца. иначе мысли. Пиелкаш незмеченный, но меньше прецизии на боиску. Пиелкаш незмеченный, иначе принимает пиелки, иначе я подае до противника. И еще мы не хотим говорить название, потому что кто-то может представить, но мы можем представить такого пиелка в środке пола, очень много, что как он в форме, как он добрый, то этой дружине много, много дает. Но когда не есть в форме, что-то там случилось, то видишь, что эту дружину сполня, правда? То есть очень важные элементы, о которых ты говорил. Называется Грегож Крышовиак, так? Что ты говоришь? Дзянекарь всегда старается допрецызовать. Так, слушайте, в международном порядке я смотрю на личбы Каспра Козловского. Модрец Рунайч го проводит. Модрец го проводит. Он ма, по-правда, 16 м в экстракласе, но заграј пониже 1000 минут, потому что часто он изменен в околе 70 минуты. Четыре разы входит в лавки в трех мецах, в уголе не заграј. З Осиекем тоже грај по около 70 минут. То есть не так, что он орет этим Каспром Козловским от первой до 90 минуты, только в зависимости от потребы корыста с этого очень уздолненного хлопака. Можем, что Камијски ма лицбе, но нужно легко поправить, потому что Козловский тоже ма лицбе в экстракласе. Три брамки, четыре асты. То есть не так, как на такого настолатка. Пытание, что есть готовы действительно до выезда за границу. Аккурат мај им приемность гостения недавно на правде футболу Коста Рунайча. И сказал, что незвыкле дојржаћ менталне заводник. Незвыкле, как на свой век, сказал, что Бенедычак не был готовы на загранице в его преконании. Но Козловский то есть хлопак, который выружня ся абсолютно, если chodzi о те волоры менталне, так это окреслил Коста Рунайча. Я могу сказать, что знам их обидвух, обидвух. Одного мај им в репрезентации в 21-20, другого в первой репрезентации. Если chodzi о Козловский, то есть такой младый, но старый, какой-то себе, ручит довчипем, на тренинг, как Левандовский у него пребегает, то он поставит ноги, что ничего не... Фантастично был на Легии, как там спровоковал Єджејчыка, который вышел из себя. И это ему только может помагать. Бенедыкчак не езвым пићкарем, то будет от него добрый напастник. Но я сегодня говорю так, как пойти до Англии, то будет рекорд. И мы все говорим, что рекорд, потому что полский пићкарь, не знаю, 10, 12, 15 мм. Но в Англии не будет еще граем. Ведуку мне, как бы мы сегодня говорим, где лучше будет граем, то... Уважаем, что најпроще было бы мне сейчас дальше учить в Лиде Холендерской, в Лиде Белгийской, но, но, что-то таки пићды не заплатят. Но чтобы пойти до Лиди Волосской, Лиди Хиспанской, Лиди Ангельской, Лиди Немецкой, то можно пойти, что будешь граем, если будешь граем, если ты граем в полской экстраклассе. Пункт. Так. Это седно. А то рецептание с чатом, если позволите. Панове, Адам Крысевич пыта, почему есть так, что люди с великими środками финансовыми не хотят полскому футболу, полских сдолных пићкарей сделать европейского клуба? Не знаю, кого на мысли, бо на конец пробуют богачи люди, которые имеют свои бизнесы, в футбол, хотя бы Михај Щвечевский с этого примером, который ма великую фирму, 2,5 млрд зл оброту роцного та фирма ма. И он в таки ракувь инвестује, правда? Родзина Рудкоских тоже зарабиа на других полах, ма спуће гећдовоў в дужем стопниу, которая обрака też певне миллиардами, а инвестује в Леха Познањ, так? Даруш Мьодуски какие-то пеняды в бизнесе заробиј и остаточне тоже стопроцентным удзяловцем выкупујц пану Флешнодорске и Вандзла, так, что, ну, и какой-то бизнес пълнје. Видзев сейчас в прыватне рэнце трапиј. Дарна. Видзев был всегда фирмом спућу акцијным, только что главным удзяловцем было стоварисение, но сейчас дошло там до того, до иной. Расскажи, ну, есть определен проблем. В Польше люди богачи, люди, даже международные, заграничные, люди, которые хотели признацоваться в «Полске пијце», не хотели приходить в «Полске пијце». Не ма в «Полске»! Ну, может легче гнать. Но слушай, ну, просто просто, не популярно, но просто, я думаю, почему я могу быть главным клубом? А мне кибицы нащупали, что клуб есть их. Это просто. Но почему я могу быть главным клубом? И об этом, что я делаю, то я верифицированный через своих кибицы. И это не дотякися только леги, а и многих, но легиа, сейчас игра слабо, не роби в результате, в связи с тем, револта, то есть, можно сказать, «захование кибицов леги» так, а не иное. Но в случае не запомнили, не запомнили одной речи, что когда-то легиа, несколько лет тому, сдавала титул «Мистерство Польской», бо в 70-м минусе кибицы Леха прервали мец в «Познанию», когда было 1-0 для Леха, 1-0 для леги. А в 70-м минусе, когда было 1-0 для леги, никто не помнил, что в 90-м минусе не могло быть 2-1 для Леха, бо были незадоволены. У нас есть такой проблемный, но, мне кажется, что сегодня кто, кто живет в тяжелом бизнесе, заработал в тяжелом бизнесе, и хотел бы, чтобы я даже выдачь на пиулку, на что-то, что хотел бы себя нашащичным, что хотел бы себя шуменом, что, так и сказать, что, так и statements, что может со спокоем что может со спокоем инвестировать. Конечно, я в мисерстве, что клубьиулкарский это присутствующая каждая ребята кибицы , так и так и с вами что, так и скажем, что там, какие-то вещи соскакую и волна пить, где-лить, волна где-лить, спонсоровать, czy выдавать деньги в иную пробу. И это тоже певленный проблем. А может налирова бы это вопрос задать в этот способ. Чи управляясь далее такую политику финансовую, какую управляемы и годзут себя на такую политику финансовую, какую проводят сейки арабские из Тотки Першки, разумишь, типа Emiraty, Arabia Saudyjska, Katar, czy my jesteśmy w stanie z nimi rywalizować, a jeśli teoretycznie jesteśmy, to jakiej trzeba мудрости i jakie trzeba przestrzegać zasady, żeby im дорównać. Bo nas, nawet gdyby ktoś chciał utopić na polskie barunki olbrzymie pieniądze, to nigdy nie będą takie pieniądze jak miliony dolarów tego szejka, który topi je powiedziałbym wręcz bezstrosko, który psuje światową piłkę, bo to są za duże pieniądze. To są niewyobrażalne i wszyscy się na to godzą, wszyscy mówią, takie są reguły gry. Ale angielskie kibice nie chcą, żeby właścicielem Manchesterem United był jakiś szejk arabski. Manchester City, proszę bardzo, róbcie, ale my... Ale United są Amerykanie, Glazer też bardzo z nienowidzona przez rodzina, przez kibice. I to nie są milowidziani. Ktoś powiedział kiedyś pięknie, że jakby polska piłka miała budżet Nowego Jorku, to też by te pieniądze przejadła. Może to jest trochę sarkastyczne, ale uwierz się mi, że to nie może być tak, że pieniądze wszystko tłumaczą. Kurwa, to mnie... Jeden może mieć budżet taki, jak ma Lewandowski. Ja mam budżet taki, jaki zarobiłem jako pieniądz, jako trener, nie na polskiej piłce, tylko też na arabskiej. Jestem szczęśliwy z tego. I cieszę się Wigilią Bożego Narodzenia. Jak Romek mi zaproponował, że dzisiaj wieczorem o 10.00 mogę się z Wami spotkać, to urosłem do góry. To od razu czuję się swobodniej. No, święta będę zaczynał. Już tutaj mam rozumieć przygotowane opłatki. Te niebieskie, to nie niebieskie, bo ruch jest niebieski. Mój klub, który też poupadał tak nisko. Zbyszka spotkanie ze mną pierwsze to było na Stadionie Ruchu. Przyjechał Widzew na mecz ligowy. Ja mówię, słuchaj, wiesz, zrobię wszystko, żeby cię odwiesić na ten mecz. Panie Grybo, nie wiedziałem w tym meczu. Tak jest, pierwszym nie grał, ale w drugim grał. A Zbyszek mówi, panie trenerze, myśmy się już zakwalifikowali do mistrzostw świata beze mnie. Ja mówię, a co ty gadasz? No tak, my możemy nawet przegrać w Lipsku, ale mamy ostatni mecz z Maltą i jak wygramy w wyższym stosunku jak Niemcy, to jedziemy. To było niesamowicie ryzykowne, bo wiesz, co było, że Niemcy wzięli tych Maltańczyków do siebie, przygotowywali ich starannie pod kątem naszego meczu. Sami tam wygrali wysoko, liczyli, że my tak wysoko nie wygramy, ale my z nimi wygraliśmy. Po dwóch bramkach Wodka Smolarka. Także zmierzam do tego, że ten pieniądz jest ważny, ale dla przeciętnego polskiego kibica. Czy jego rajcuje jakiś super bogaty klub? Nie jego interesują, interesują, rozumiesz, wyniki drużyny, których on kocha. Czy ona jest finansowana przez Pana Rutkowskiego, czy przez Pana Cupiała? Panie trenerze, ja panu powiem jedną rzecz. Ja czasami, jak rozmawiam z piłkarzami naszej kadry, z tymi młodymi, z tymi starszymi, to zawsze powiem jedną rzecz. Panowie, kasa jest ważna, ale pamiętaj jedną rzecz. Uprawiacie najpiękniejszy zawód na świecie, który trwa krótko. I nie mieć możliwości usiąść na karuzelę i się kręcić z karuzelą, tylko siedzieć na dole i liczyć kasę, to nie jest żadna przyjemność. To nie jest żadna przyjemność. Trzeba umieć, najlepsi są ci, którzy umią to połączyć. Idę tam, gdzie mogę grać, idę tam, gdzie mi dadzą takie pieniądze, które mnie cieszą, ale które wiem, że mogę grać w piłkę, a nie siedzieć na łapce przez rok i się tłumaczy, że ja tutaj się wiele uczę. Bo to jest guzik prawda, bo jak ja słyszę, że puchacz w Unionie się czegoś więcej uczy niż w Lechu Poznań, gdzie grał ciągle, a tam nie gra, to im się chce śmiać. To nie jest prawda, bo puchacz się więcej nauczyłby w Lechu. Ale z drugiej strony jest to biznes i dla Lecha i dla niego. Wszyscy przyjęli taki model i ten model funkcjonuje. Jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej, tak jak ja, czy pan, czy pan, czy coś takiego, to będą, powiedzą, że należymy do epoki, która była, epoki, która była, ale w życiu, życie polega na dokonywaniu dobrych wyborów. Jeżeli się zrobi zły wybór, to się przegrywa. Ja też w życiu zrobiłem kilka złych wyborów i kilka razy przegrałem. Normalne. Się tego mogę przyznać, nie przyznać, nic się nie dzieje. Natomiast młodzi piłkarze, ja panu powiem, że jakichś byłem piłkarzem, ja byłem chyba, miałem pierwszego menadżera, pierwszego menadżera w świecie piłki zawodowej, to miałem tak, Boniek, Passarela, Antonioni, to był Antonio Caliendo. To ja pamiętam, on do mnie dzwonił, pytał się, jakie są moje spostrzeżenia, gdzie ja chciałbym grać, jak bym chciał robić i on, że tak powiem, się poruszał w tym, na tym terenie. Dzisiaj czasami się pytam piłkarza, a jak ty się widzisz na następny sezon, a piłkarz mi to, a to, ja tutaj panie prezesie, ja jestem odgrany, a tu menadżer wszystko robi. Ty mi się chce śmiać. Staro, to ty musisz, ty musisz na menadżera mieć wpływ, to ty musisz podejść, gdzie ty chcesz iść, co ty chcesz robić, jak ty chcesz, ty musisz mieć satysfakcję. Nie wydaje mi się, ja się zastanawiam, jak piłkarz może być usatysfakcjonowany, jakby jedzie na zachód i siedzi na ławce, od rana do wieczora. To od razu, od razu traci tam jakąkolwiek charyzmę, od razu tam jakiejkolwiek wartości. Patrzą na niego, jak na jakiś taki, taki towar z przeceny, który, który jest, który siedzi, ale nie odgrywa żadnej roli. No taka jest prawda. No tak, ale to wracamy jednak do tego, że mimo wszystko polska piłka jest, klubowa piłka jest niedoinwestowana. To też trzeba sobie powiedzieć. Ale nie jest na tyle biedna, żebyśmy grali tak jak gramy. No tak, ale też by się nic nie stało, gdyby do polskiej piłki zawitał inwestor właśnie z nadzatoki perskiej. Okej, no może komuś by się to nie podobało, ale generalnie, skoro może w Pradze na przykład, to dlaczego nie może w Warszawie? I tego do końca nie rozumiem, że tutaj nie umiemy przekonać inwestorów bogatych, takich naprawdę, którzy mają pieniądze i mają pomysł na piłkarski biznes, do tego, żeby zainwestowali w Polsce. Nie mówię gremianie, bo to jest niemożliwe, ale w jednym, dwóch klubach, zwłaszcza, że parę klubów jest na sprzedaż cały czas i wydaje mi się, że to dało pewnej atrakcji i podniosło poziom. Ale czy Legia jest niedoinwestowana? No może nie jest przeinwestowana, ale no zgodźmy się, że to utopione niesamowicie pieniądze. Pierwsze dwa wyniki jeszcze za poprzedniego trenera, wygrana z Dynamem Moskwa, wygrana z Anglikami, potem przyjedy porażki i przedostatnie miejsce. To nie jest Legia, to jest Legia cudzoziemska. Tam na co dzień gra dwóch polskich piłkarzy w podstawowym składzie. No jest Boruc, jest Jędrzejczak i co dalej? Na Wrocławiu się pokazał, zliście pokazał, ale mało jest, no rzeczywiście mało jest. Natomiast Antonio, ja się trochę z Antkiem Bułkańskim nie zgodzę, bo ja mam inne przekonanie co do rozwoju polskiej piłki. Wiesz co, ja nie liczę tak do końca na ten kapitał. Wiesz dlaczego? Ja wiem, że jest globalizacja i powiesz, że Slawi są Chińczycy, ale to dobra, no pojawili się, pewnie zaraz znikną, mieli jakieś interesy telekomunikacyjne, czy jakieś inne. Okej, ja bardziej liczę na to, a Węgrzech na przykład firmy państwowe bardzo inwestują, kluby też, to jest niesamowite, że firmy państwowe inwestują w kluby, ale to też nie wiem, czy to jest model, to jest kontrowersyjny model. Ja bardziej liczę na know-how, żeby Polacy, coś jak Holendrzy albo Belgowie, oni mają ligi na swoją miarę, prawda? Natomiast są w stanie przez know-how, przez mądrość ludzi, którzy są w futbolu, przez struktury klubów, które są napakowane ludźmi, którzy są, jak ja patrzę na Ajax, to ja po prostu, nie, że, bo powiecie, Ajax jest oczywistym przykładem, no oczywistym przykładem, tylko Ajaxem rządzą piłkarze. Od prezesa klubu Wanderzara, poprzez Overmarsa, który jest dyrektorem sportowym, Tenhaga, który pracuje lata, a nie sezony. Dobrze powiedziałeś, dobrze powiedziałeś, ale ja byś chciał na przykład, to jest ważny argument, który poruszyłeś, jak byś na przykład, przepraszam bardzo, niech się Legia nie obrazi, jak pójdziesz na Legię, będziesz chciał z kimś porozmawiać o futbolu, który ma przeszłość w futbolu, to musisz iść do Akademii Legia Center, bo tam jest chyba Zieliński, bo inni nie mają żadnego wielkiego doświadczenia. To jest też pewien problem, patrzcie, u nas bardzo dużo klubów jest zarządzanych przez i wspomaganych przez samorządy. Bardzo często samorządy wytypują ludzi, którzy idą pracować do klubów. Nasza piłka nie jest bogata, ale nie jest na tyle biedna, żebyśmy byli tacy słabi, jacy jesteśmy, jeżeli chodzi o klubową. Powinniśmy robić dużo, dużo więcej. Natomiast wiesz, jak u nas jest problem? Ja Ci dam prosty przykład. Jak ja tak patrzę, trener Piechniczek, trener Strayla i kilku innych trenerów, skończyli karierę, albo w Polsce już byli uważani za trenerów, którzy nie powinni trenować, kiedy byli jeszcze młodymi ludźmi, którzy mogli jeszcze dalej trenować. Kilka dobrych lat. U nas, jak ty powiesz, czasami jest tak na Kroacją, nie za mną byłem, mówię kilka lat, zawsze byłem na Kroacji, w Chorwacji i tam jak do każdego klubu wejdziesz, to jest tak, zapach papierosa w tym klubie, ale po pokojach chodzisz, to widzisz tylko wybitnych eks-piłkarzy. Wszyscy, każdym może o piłce porozmawiać. No i dzisiaj jak jesz do jakiegoś polskiego klubu, bardzo często masz problem pogadać o piłce, bo nie ma ludzi z przeszłością, z bezpośrednim doświadczeniem, nie ma ludzi, którzy potem to doświadczenie by wzmocnili jakąś dodatkową wiedzą i tak dalej, i tak dalej i to jest pewien problem. Nasza piłka jest może niedoinwestowana, ale nie jest na tyle biedna, żebyśmy trzy drużyny, żeby trzy drużyny w tym roku, trzy, panowie, trzy drużyny wystartowały w eliminacjach do Conference League, nie wiecie, ile drużyny się zakwalifikowało do grupowych? Zero. Zero. Zero druży. Panowie, Legia, na którą tak wszyscy jadą, wszyscy dzisiaj uczą Miodowskiego, jak się robi piłkę, nawet ci, którzy, nawet ci, którzy powinni być piersi, którzy powinni być cicho i siedzieć cicho, bo jako piersi, jako piersi zarobili pieniądze na polskiej piłce. Wszyscy go uczą, wszyscy go uczą, jak robić piłkę, ale jakby nie było Legii, gdyby nie było tego Europy League, to by dopiero był dramat polskiej piłki, a Legia, że tak powiem, przykryła problemy innych klubów. Nie mieliśmy Raków, Częstochowa, trener Papszum, fajna drużyna. Zobaczcie, co Raków zrobił. Raków dwa razy zremisował i chyba dwa razy wygrał w karnych, naprawdę z ogórkowatymi drużynami. No Rubin Kazaj wyeliminował, no rosyjski klub. Proszę? Rubin Kazaj wyeliminował. A co to jest Rubin Kazaj? No rosyjski klub, piąty chyba w liceum. Co to rosyjski klub? A co to znaczy rosyjski klub? Dlaczego Rubin Kazaj? Ale wyeliminował, ale na przykład, dwa mecze wcześniej ledwo wygrali, jeżeli się nie mylę, w rzutach karnych, czy coś tu. Czy Brankarz tam bronił te ostatnie minuty. No patrzysz, tak. Panowie, żaden polski klub w Conference League, który w Polsce się nabijano z Conference League, się nie zakwalifikował w fazie, że tak powiem, eliminacyjnej do rozgrywek grupowych. Nie mam więcej pytań. Teraz zamieniam się w słuch. No dobrze. To Antonio, Ciebie dopytam o jedną rzecz, bo tak sobie, pytają się ludzie, czy byłeś na konferencji nowego trenera w Lubinie, bo Ty wiem, że za głębię jesteś odpowiedzialny, ale ja bym rozszerzył to pytanie, bo te ostatnie dni, no to są burzliwe, tak przed Wigilią. Widzę, że tam topór jest i to nie chodzi o Karpia, tylko głowy trenerskie, bo tak lecą te głowy trenerskie w Niecieczy poleciała Mariusz Lewandowski, poleciała ta głowa trenerska w Warszawie, bo Marek Gołębieski sam zrezygnował, ok, trzeci trener Legii w tym sezonie. Zagłębie Lubin zmieniło trenera na i mecz przed końcem w ogóle rozgrywek zmieniło. Tak, aczkolwiek to się, to oczywiście zanosiło się wcześniej i tutaj nie można powiedzieć, że zaskoczenie to było w Białymstoku, prawda? A, bo dzisiaj jeszcze chciałem właśnie dokończyć, że Ireneusz Mamrot nie jest już trenerem Jagiellonii w Białymstoku. Tak, żartowaliśmy trochę dzisiaj z kolegami z redakcji, gdy z nimi się kontaktowałem, że no, Cezary Kulesza miał zwolnić, trenera to zwolnił, tylko w Jagiellonii, prawda? To tak można sobie trochę nie chciało zreagować, tak? Ale, ale naprawdę, tam rzeczywiście zaskoczenie, wiemy przecież, że na, w rozmowie dla weszło dzisiaj rano. Antek nam się zawiesił z wrażenia. Bo o trzech godzinach jest zwolnione, to jest nieprawda, to jest rekord świata, naprawdę, ale też pokazuje to, ja nie sądzę, że pani Syczewska kłamała, po prostu nie miała takiej wiedzy i nie ona tę decyzję podjęła. To jest oczywiste, no bo, bo jak inaczej to tłumaczyć. Mogłaś się skonsultować przed tym wywiadem, czy na pewno Mamrot zostaje. No właśnie. A jeśli chodzi o Lubin, to jest oczywiście, zwróćcie uwagę, ciekawa rzecz, bo to Mamrot też był takim przypadkiem, że coraz częściej zdarza się, że kiedy zwalnia się trenera, to sięga się jednak po trenerów, którzy już pracowali wcześniej w danym klubie, tak jest ze Stokowcem, tak jest z Lukowiczem, tak właśnie było choćby z Mamrotem, to zastanawiam się, o czym to świadczy. Myślę jednak, że jednak o tym, że jest zaufanie do trenerów, którzy, i wiara w to, że się uczy na własnych błędach, że przychodzą jeszcze raz, żeby pomóc, ze świadomością, że mają nawet to know-how, znają szatnie, znają specyfikę, ja zresztą tak jak wczoraj z Piotrkiem, z trenerem Stokowcem rozmawiałem przy okazji tej konferencji prasowej, inauguracyjnej i on wyraźnie też powiedział, że ja na początku, zaczynając pracę teraz w Zagłębie po raz kolejny, odpada mi już wiele dni poznawania specyfiki, ludzi, przestrzeni w ogóle, ja to wszystko znam, bo pracowałem tu trzy i pół. Tam zarząd się nie zmienił? Zmienił się oczywiście, zmienił się, ale dyrektor z Pionu Sportowego, dobrze znany jest Zbigniewowi Bękowi i Piotr Bulikowski jest ten sam, który współpracował ze Stokowcem za pierwszą kadencję. Stokowiec jest ciekawym przypadkiem, bo on potrafi, zwróćcie uwagę, trzy i pół roku Zagłębił Lubin, potem trzy i pół roku w Lechii Gdańsk. To jest jakiś rekord. Jak na polskie warunki bardzo długo. Tak, tak i zanosisz, że teraz też będzie pracował przynajmniej tak długo jak Piotr Bulikowski. Tak mi się wydaje, bo widać, że nadają na tych samych falach. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. W tym trudnym momencie Dariusz Żuraw nie poradził sobie w Zagłębiu Lubin. Przychodzi trener, który świetnie zna ten klub i dobrze się tam czuje. Myślę, że Zagłębi się utrzyma, bo o tym mówimy chyba w tej chwili. Tak to w tej chwili analizuję. Patrzyłem dzisiaj na tabelę. Troszkę ma przewagi, muszę powiedzieć. Inni też są... Zagłębią na wiosnę. To jest pikantny mecz. Natomiast rzeczywiście ci trenerzy czasami są ofiarami swojego sukcesu, jak Piotr Forek w Warcie Poznań. To też fakt. Tej zmiany trenera w ogóle nie rozumiem. Ona zaszła parę tygodni temu, ale to też rzeczywiście trener, który wprowadził tą Wartę, doprowadził do piątego miejsca w tamtym sezonie. W tym sezonie zabrakło w poznaniu cierpliwości. Tak. Zwróćcie uwagę jeszcze jednego trenera Wam podsunę, bo uważam, że najbardziej niedocenianym trenerem w polskiej lidze jest teraz Adam Majewski w Stali Mielec. Oczywiście poczekajmy jeszcze, bo dopiero zaczął pracę. To śmiesznie oceniać po kilkunastu meczach trenera, który przyszedł ze Stomilu Olszczyn. Nigdy nie pracował na poziomie ekstraklasy, ale naprawdę to, co on zrobił ze Stalą, gdyby nie było Radomiaka, to wszyscy by piali zachwitu nad Stalą Mielec. Tak mi się wydaje. To, jak on też odbudowuje piłkarzy, bo przecież Piasecki, Mak, który wydawało się, że już jest po drugiej stronie rzeki, Tomasiewicz w środku, to są naprawdę młodzi zawodnicy. Absolutnie masz rację. Jeszcze ten Radomiaka wrzucił. Natomiast to mnie najbardziej przykładowo trochę śmieszy i czasami mi pokazuje, że brak jest kompletnej koncepcji myślenia, że bardzo często słyszę, że no ta, teraz trzy drużyny, mamy trzech Weniaminków i będą walczyli o spadek, czy to jest sens w ogóle, żeby ta Liga była taka, że będą walczyli o spadek. W każdej Lidze na świecie drużyny, które schodzą z pierwszej Ligi do Ekstraklasy w pierwszym roku ze względu na budżet, na możliwości finansowe i na to, że latem przerwa trwa dwa, trzy, cztery tygodnie, mają zawsze problem i zawsze walczą o spadek. A u nas, co się stało? U nas drużyny, które weszły, którzy wszyscy myśleli, że tak jak wejdą od razu spadną, czyli Radomiak. Łęczna. Łęczna. I trzecia drużyna? Radomiak. Nie Ciecza. Nie Ciecza. To są drużyny, które spokojnie walczą o byt. A teraz to jest normalne, że drużyna, która wchodzi z pierwszej Ligi do Ekstraklasy, no przecież nie może od razu walczyć o tytuł Mistrza Polski, bo ani nie ma budżetu, ani nie ma doświadczenia, ani nie ma piłkarzy. Natomiast w każdej Lidze na świecie, w Lidze Włoskiej, w Lidze Niemieckiej, w Lidze Hiszpańskiej, drużyny, które z pierwszej Ligi wchodzą do Ekstraklasy, to są drużyny, które muszą walczyć o spadek. Ja natomiast muszę powiedzieć, że patrzę na Radomiak, to mi się strasznie ta drużyna podoba. Mądrze, energicznie, dobrze zorganizowane, tak jak powiedział trener, tak jak powiedział trener Piechniczek. Panowie, jesteś z piłkarzami ponad rok, potrafisz docenić ich walory, potrafisz skazać ich braki, potrafisz, znasz dobrze, znasz dobrze, co od każdego możesz wymagać, czyli na koniec różnica. W Polsce różnica, bardzo często jest w nazwie klubu, a nie w tym, co się prezentują piłkarze na boisku. Ja bym tak to powiedział, że my czasami, ktoś jedzie do jakiegoś wielkiego klubu z przeszłością, z wielką nazwą i wydaje mi się, że to może być ciężko. Okazuje się, że walory na boisku plus minus są podobne we wszystkich drużynach. Tak, tylko, ale też powiedzmy, bo chwalimy wszyscy Radomiak. Dlatego mnie się podoba, jakby zauroczyła mnie Stalmyres, bo ona już jakby się weryfikuje drugi sezon. Radomiak jednak jedzie na tym entuzjazmie Beniaminka. Nie, oczywiście. Poza tym Majewski to był inteligentny i dobry, fajny piłkarz, który grał na tym takim można poziomie solidnym, ale normalnym. Poza tym widać, że tą drużynę ma poukładaną. Jak i leczyła przez Stalą Mielek, bo Stalą Mielek już w zeszłym roku miała spaść, a nie spadła. W tym roku, mimo wielkich problemów ekonomicznych, bo tam rzeczywiście, tam rzeczywiście problemy z kasą są, z kasą są wielkie, ale z drugiej strony ja muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Jest jedna rzecz w Stalą Mielek, co mi się nie podoba. Chcieliśmy i myśleliśmy i proponowaliśmy, żeby Stadion w Mielcu nazywało się Stadion imieniem Grzegorza Laty. Jakieś polityczne gierki, nie, no nie można zrobić, no lato to gdzie, co, panowie, no Grzegorz Laty, to w ogóle to jest, mówimy o kimś, który był dwa razy brąz, dwa razy mistrzostw świata. Król Szwedców, mistrzostw świata, raz w piąte miejsce. Ma metale olimpijskie, jako jedyny polski piłkarz ma cztery medale, dwa mistrzostw świata i dwa igrzysk olimpijskie. I co? To jest jedyny rekord, którego Lewandowski nie pobija. No tak. Jaki? No tych medalów. 10 bramek na mistrzostwach. 10 bramek na mistrzostwach. No tak, no to jest, to jest. 10 bramek na mistrzostwach świata, strzelił. Strzelił, tak. Na trzech kolejnych, tak. 7, 3 i jedną. 7, 2 i jedną. No jeszcze może, jeszcze może, jeszcze może. I teraz tak, no ja to chcieliby. No daj, bo też do tego się udało, ale podmiot. Żeby ten stadion, nazwijmy Grzegorza Laty i ktoś to wyciągał, a nie, bo to jest SLD, czy tam, czy... Czyli wychodzi polityka jednak, wracamy do polityki. To niestety... No nie, ale to, to było akurat, to było akurat, to, 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 to mi się to akurat nie podobało. Ale zwróćmy się uwagę, że są rejony w naszym kraju, gdzie potrafią, wiesz, oddać wielkość piłkarzowi i są takie, które tak jak traktują, jak, 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 jak właśnie Mielec Grzesia Laty. Na przykład Warszawa uhonorowała fantastycznie pana Kazimierza i Kazika Dyjnia. I trzeciego piłkarza, którego uhonorowano też niesamowicie, wiesz, tego był Lucjan Brychczyk, honorowy obywatel miasta Warszawy. To maja kibice Legii. Potrafią zobaczyć. I tak bym jeszcze znalazł parę. Stadion, stadion Górnika Zabrze został imienia Ernesta Pola, no. Już nie mówię przez delikatność, że był tyle lat i to po wojnie imienia kogo, wiecie kogo, nie? No. Głośno lepiej nie mówić. No, także... A co zrobimy z Włodkiem Urbańskim? Jest takie miasto, które, ja jeździłem jako trener reprezentacji, ale jeszcze wcześniej jako piłkarz, które mi strasznie podobało się, to był Kraków. Powiedziałem, słuchaj, jak idziesz i ludzami Krakowa, jak zwiedzasz Wawel, idziesz do Sukiennic, idziesz na rynek i tak dalej, to jest miasto, gdzie nie wypada źle grać w piłkę, chyba. Wsztywie, słuchaj, bym tam był mieszkańcem, a źle bym grał, no. No, ty możesz największym sentymentem powiedzieć, że dla ciebie miastem numer jeden piłkarsko to był, to była Łódź, bo to był Widzew, w którym rzeczywiście za czasów prezesa przypomnij nazwisko Soborodzkiego. Tak, to że się zmontowali wielką ekipę, kilku reprezentantów Polski od Młynarczyka zacząwszy po całą plejadę innych, a ile jeszcze było piłkarzy, którzy teoretycznie mogli w tej reprezentacji grać, nie? W jakimś tam meczu oficjalnym, patrzę, sześciu piłkarzy z Widzewa, no w jednym meczu, no to... Z Widzewa, który w 79-tym w latach był tak, bo był Młynarczyk, to miał najwięcej pięciu. Młynarczyk, Janas, Żmuda, Wójcicki, Smolarek, Boniek, no tak, no trochę było. Żmuda, Sługiński, Tługiński był, ale Tługiński grał krótko. Wójcicki po Żmudzie przyszedł, czyli razem nie mogli. Jeszcze raz. Co mówisz, co mówisz, co mówisz, Antek? Mówię, że Wójcicki po Żmudzie przyszedł, czyli razem nie mogli grać, tak? To, 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 to... No, no ja zmierzam do tego, że są takie miejsca, które są, no, piłkarsko niesamowicie pozytywnie nastawione. Natomiast tutaj padło takie określenie, że można by wesprzeć z budżetu państwa. Ja byłbym temu autentycznie... Ja tylko jestem przeciwny, mówię, że Węgry tak robią. To jest wymysł systemu, który minął, i ja sobie nie wyobrażam, ja sobie nie wyobrażam sytuację, że jak, powiedzmy sobie, że Mielec będzie finansowany przez zakład lotniczy, który produkuje, rozumiesz, helikoptery i tam, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem przyjdzie jakaś grupa zawodowa, która powie, no to jak? Na sport, na piłkę, na stan Mielec, wydaje się miliony, a na nas nie stać? I będą mieli rację, no. Ja, jako student AWF, polegli do ruchu chorzów, i dostałem etat w hucie, to moja mama mówi, wiesz co, ja się będę musiała za Ciebie wstydzić. A mówię, dlaczego mamusiu? No dlatego, że ja od 7 rano do 15 prowadzę najważniejszą kartotekę huty, bo to była kartoteka blachy grubej, która to blacha szła na te, na czołgi do Łabont, koło Gliwic i na dziesięciotysięczniki, na statki do stoczni. A Ty podchodzisz pierwszego, kasujesz i masz pensję dwa razy taką jak ja. Ona na swój sposób ma rację. No ja chciałbym zarabiać jako piłkarz, ale czy ja to muszę odbierać lewym etapem w kiebatory? Dzisiaj jak do tego wrócimy, ja już zostawiam, wiesz, sporty olimpijskie, ktoś jest doskonałym wioszlarzem, ktoś jest kajakarzem górskim, ktoś jest lekkoatletą i dostaję jakieś stypendium. Brawo. Ale żeby na kryzys połowy dawać, na piłkę nożną topić miliony i to będzie zamiast Legii, Legia cudzoziemska, kuwa. No taka jest Legia dla mnie, no. Jak był incydent taki, jaki był, to mnie się przypomniało słowa, które usłyszałem na kursu konferencji w tym, no, w Hiszpanii, w Madrycie. Mianowicie tam ktoś to opowiedział, że warunkiem powodzenia klubu jest to, aby mieć jak najwięcej wychowanków. Bo jak grają sami wychowankowie, to kibice nawet porażki przeboleją. Natomiast chwilą, jak grają obcokrajowcy, no to jak? To wymagania są inne. Zupełnie, zupełnie, że tak popięknie. A to prawda. To prawda. I coś w tym jest, no. Coś w tym jest. Zibij lubi sprowokować, że panowie, Prowokuje Zibiego pytaniem z czatu. Zibij pytanie do Ciebie. Chciałbyś, żeby Legia spadła? Raz, że Legia nie spadnie. Poza tym wydaje mi się, że absolutnie nie chciałbym, absolutnie nie chciałbym. To znaczy inaczej. Ja nie chciałbym, żeby nikt spadał. To nie jest tak, że nie ciecia, ja znam panią Witkowską, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, którą notabene przy samym życiu, odpowiedziałem i tak dalej. Nie giliają. Znam ludzi z innych klubów i nikomu nie życzę, żeby ktoś spadł. Natomiast, jeżeli mielibyśmy 16 Legii, czy 18 Legii w ekstraklasie, no to 3 muszą spaść na koniec, bo 3 ostatnie wyruszmy, które znowu są najmniej punktów spadają. Natomiast spadek, to też nie może oznaczać koniec świata. W sporcie wszyscy muszą wiedzieć i w sporcie są i zwycięstwa, i porażki. Mi się wydaje, że jeżeli Legia by spadła, to mogłoby być to spodrywane w kategoriach majstersztyku, że Legia spadła z tej ligi, spadła Legia. No to jest w ogóle nieprawdopodobne. Ale tak jak patrzyłem na ostatnie mecze, ale tak jak patrzyłem na ostatnie mecze, to tak widzę, to tak jakby tak z okrętu tam wszyscy ci zawodnicy chcieli jej szybko zniknąć. No on się w realni ogłosił już w Azerbejdżanie, że on chce jednak rozwiązać kontrakt z Legią. No tak. Kontrakt z Legią. Przyszedł zawodnik, zagrał dwa, trzy mecze, zagrał dobrze po dwóch, ja pamiętam, przyszedł, zagrał po dwóch, trzech meczach, a potem od razu była, że tak powiem, nie cała naprzód, tylko cała do tyłu, prawda, bo na początku był szybki, strzelał i był dynamiczny, ale bardzo szybko mu się ta Warszawa spodobała i muszę powiedzieć, że ostatnio tego w ogóle na boisku nie poznawałem. W ogóle inny zawodnik pod względem dynamiki, szybkości, agresywności i tak dalej. No to nie wydaje mi się, żeby Legia była drużyną, która może, może wpaść, ale muszę być ostrożni, bo Legia ma pierwszych czterech, pięć meczów meczów takich, że głowa boli, jeżeli w tych meczach gdzieś tam się zahaczy i nie zdobędzie punktów, to po co może być bardzo, bardzo ciężko. Oczywiście nie życzę tego Legii, nie życzę tego Mioduskiemu z prostej przyczyny, bo może mi często jest nie po drodze z panem Mioduskim, albo inaczej, mamy różne zdanie na wiele spraw, to jest tak, że mam coś prywatnie do Darka, natomiast to co być o tym piechniczek, ponownie to jest jeden z niewielu ludzi w polskiej piłce, który swoje pieniądze położył na stół, który inwestuje, który jest autentycznym właścicielem klubu, autentycznym właścicielem klubu i zdaję sobie sprawę, że nie jest to takie proste, szczególnie u nas. Także życzę mu, żeby Legia, podczas Legia, panowie, no miejsce Legia z pierwszej trójce, czwórce, piące, nazwijmy rzecz po imieniu, w tym roku nie było za dużo pisiaczenia o europejskich występach, polskich drużyn, tylko dzięki Legii, która jeszcze notabene dwa pierwsze mecze wygrała i wydawało się, że mają szansę nawet wyjść z grupy. Aby nie było Legii, to marazm i tragedia byłaby totalna. Panowie, to tak widzę, że jesteście w kondycynieniu przygotowani świetnie, a tak myślałem, że z godzinka, to już 90 minut zagraliśmy, także natomiast obiecałem, obiecałem tutaj, zapowiadałem z ten live, że wybierzemy piłkarza roku, odkrycie roku, trenera roku. No piłkarz roku powiecie, że to oczywistość i tak chyba jest od dekady, prawda, że wygrywa. Mi się wydaje, że raz zabrakło, piłka nożna raz przyznała Fabiańskiemu tytuł piłkarza roku, ale ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że w 2018 Lewy też był najlepszy. Szanuję moich kolegów z piłki nożnej, ale czasami się z nimi nie zgadzam. Natomiast być może zabrakło wręczenia w 2017 statuetki i Lewemu i Glikowi, bo Glik też był wielki w 2017, wygrał mistrzostwo z Francji z Monaco, był w półfinale Champions League i naprawdę na poziom polskiego piłkarza wszedł na prawie najwyższy, tak jak Lewy wchodzi na... Glik w 2017 roku miał ten sam problem, co miał Lewandowski w tym roku z Messiem. No okej, ale wydaje mi się, wiesz, w polskich warunkach no nie byłoby... Tak, bo Glik wygrał więcej, Glik wygrał więcej, zrobił więcej, natomiast no wygrał... No dobra, rozumiem, że powiecie, że Lewy tutaj 69 bramek w roku, prawda, po legendarny rekord Gerda Millera pobity, Król Trzelców oczywiście Bundesligi, Mistrzostwo Niemiec, na Euro trzy bramki strzelił, prawda, pomógł drużynie w eliminacjach mundialu, no wszystko, wszystko, Lewy numer jeden, tutaj chyba nie będzie polemika, ale miał wam powiedzieć... Znaczy inaczej, jeżeli chodzi o mnie, to jest pewna polemika, że ja Lewandowskiego wybieram piłkarzem roku w związku z tym, co zrobił dla polskiej reprezentacji polskiej piłki, bo ja muszę powiedzieć, jedno, że to, że Lewandowski pobija rekordy Millera, nie Millera, to jest Bundesliga, to jest inna liga, bardzo dobrze, wiemy, że jest znakomity, jest fantastyczny, natomiast Robert Grau, bardzo dobrze na mistrzostwach świata, na mistrzostwach teraz Europy, to wiemy, na poprzednich mistrzostwach Europy, no nie był w formie, strzelił kilka, strzelił kilka bramek, pomagał reprezentacji w awansie do baranży, jest piłkarzem o fantastycznej klasie, jeden z najlepszych na świecie, potwierdza to w rozgrywkach niemieckich, natomiast ja bym nie budował to, że Robert Móż ma być najlepszym polskim piłkarzem, bo powił rekord Millera, bo mnie to nie interesuje, no mnie akurat interesuje co innego, ale absolutnie się zgadzam, że Robert Lewandowski jest piłkarzem roku, nie wiem jak myśli trener Piechniczek, ale tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Nie, no to jest poza czelką dyskusją, jeśli my domagaliśmy się dla niego złotej piłki, a nie miałby zostać u nas najlepszym piłkarzem. Panowie, no to utrudnie wam zadanie, a jakbyście mieli powiedzieć numer dwa i numer trzy? Bo tak lewego wszyscy wstawiliśmy, zgodnie podkreślamy, wykrzyknik, tu Zbyszek akcentuje coś innego niż ja jeszcze, bo ja uważam, że gdzieś tam te walory, które pokazuje w Bajernie też się pewnie liczą, jeśli chodzi o postrzeganie polskiego piłkarza. To tak jak Glika też wyróżniam nie tylko za reprezentację w 2017, ale za to, co robił z Monako. No to wydaje mi się, że jakbym miał was spytać o numer dwa i numer trzy. Ja jednak na drugim miejscu postawiłbym mimo wszystko, chociaż wahałbym się między Piotrem Zielińskim, a Jakubem Moderem. Zieliński wahałbym się, no jednak, no w ogóle to jest ubogi wybór, bo jednak gdzieś na koniec, no nie awansowaliśmy na mundial, gramy w barażach, okej, nie zagraliśmy też w drugiej fazie turnieju Euro, a więc też, też niedosyt, ale patrząc na Piotra Zielińskiego, oczywiście on też miał osobistą porażkę, bo nie awansował z Napoli do Ligi Mistrzów. Do Ligi Mistrzów, przegrał w ostatniej kolejce. Tak, ale jednak jakoś to Napoli się odbudowało w kolejnym sezonie, też, też poradziło sobie też w walce w lidze Europy, w walce grupowej Ligi Europy, też miał pewne problemy i Piotr Zieliński trzyma poziom. Myśmy się oczywiście przyzwyczajili, ta dyskusja o Zielińskim, o tym, jakim to mógłby być piłkarzem trwa od wielu lat, ale jak tak patrzymy na chłodno, to trzeba docenić jego poziom i to, że jednak jest istotnym piłkarzem Napoli. Jakub Moder z kolei doceniłbym go za to, że poradził sobie mimo wszystko w lidze angielskiej. Zagrał chyba, nie wiem, 15 meczów, nie pamiętam dokładnie, ale oczywiście to nie jest piłkarz podstawowy, taki regularny, ale pojawia się w miarę często na boisku. Strzelił ważnego gola, absolutnie ważnego na Wembley dla Polski, a więc ten wątek reprezentacji w tym szczególnym miejscu też jest istotny i tutaj może powiedziałbym egzekwo, dwa, trzy, nie, no okej, drugi Zieliński, trzeci Moder, tak bym widział to podjął. Ja też potwierdzam i też używam tej samej argumentacji przepiękna bramka strzelona na 1-1 właśnie na Wembley to by jest trzeci zawodnik, który na Wembley angielką bramkę strzelił. Po Domarskim, po Cicce właśnie on. Słuchajcie, ja podpisuję się może pod nazwiskiem Piotra Zielińskiego, bo rzeczywiście też jest to piłkarz, który też bardzo dużo pokazał w tym minionym roku, ale numer trzy mówisz Moder, wiesz co, a ja się wacham między dwoma napastnikami i to też jest gdzieś i tak jak często Świderski albo Buksa i sam się zastanawiam, który jest większym wydarzeniem i muszę wam powiedzieć, tak jak często krytykujemy Sousa za różne rzeczy, to akurat Sousa wymyślił Świderskiego i wymyślił Bukse. Powiedzcie, no to jest związane z ich karierą klubową, aż tak oczywiste to nie było. W Pałoku też Świderski nie zawsze grał, w Sousa zagrał 14 meczów, strzelił 6 bramek i był naprawdę w wielu meczach bardzo ważną bramkę z Albanią. Z Albanią. Romek, odrzuca odrzuca twoje wahania na bok i jury już podjęło tutaj decyzję, że Lewandowski, Zieliński, Modr. Stosunkiem 3-1, tak. Stosunkiem 3-1. Twoje wahania zostaną z tobą na dzisiejszą noc. Dobrze, dziękuję. Tam zwrócić uwagę, że przewagę nad nami zawsze ma kolega Kortońka. Zawsze ma, dlaczego? Dlatego, że po prostu przygotowuje się, potem poszuka, ja jestem często zaskakiwany oczywiście in plus, bo się przy okazji dużo dowiem i tak dalej, i tak dalej i żeśmy tu wymieniali poglądy i mówiłeś o tym świderskim, o tych bramkach, co mnie się też podobało. Buksa strzelił fantastyczną bramkę po dośrodkowaniu Lewandowskiego, też w meczu z Anglikami, no to aż się serce radowało. Ja sobie po raz pierwszy wygrywamy, że najważniejsze bramki strzelamy z pięciu metrów po dobrym dośrodkowaniu głową, bo to wcześniej Lewandowski tak jest. W ramach była bramka taka fantastyczna. Mnie w ramach fantastycznie głukuje. To jest taki kapitał, że nie lubię określenia, która drużyna była najlepsza w historii. Najlepsza w historii miała być Jaskagmowa. Rzeczywiście był to potencjał niesamowicie duży. Panie trenerze, byliśmy przemoc i niech mi pan wierzy. Nie, ja wiem, ale ja do tego zmierzam. Ja to się podmierzam. Także to były trochę inne tacy. W związku z tym serce ratuje, jak widzisz takie bramki. W takim razie rozstrzygnęliśmy plebiscy na piłkarza roku, natomiast odkrycie roku, bo to Zbyszek, byłeś odkryciem roku w Polsce w 76. To było x lat temu. Tutaj też wydaje mi się dyskusji nie ma. Jeżeli chodzi o odkrycie roku, sam w sobie zawodnik, który był szerszej, że tak powiem, społeczności piłkarskiej, nieznany, a który w tym roku eksplodował, grał w kadrze, grał dobre mecze, grał z Hiszpanią, grał na mistrzostwach Europy, zawodnik, który się rozwija, no to oczywiście Kozłowski. A ja mogę wrzucić drugie nazwisko? Kuba Kamiński. No oczywiście, a masz rację, Kuba, może być jeszcze dość Kuba Kamiński, ale ktoś musi być pierwszy. Jeżeli na pierwszym miejscu nie mamy sytuacji ex-equo, bo nie możemy zrobić, nie chcemy, to ja uważam, że jednak tutaj tą palmę pierwszeństwa ja bym dał Kozłowskiemu, bo jednak w reprezentacji zrobił troszeczkę więcej niż Kamiński, który bardzo dobrze gra w lidze, ma mocną drużynę, umie to dobrze wykorzystać, poza tym widać w jego wypowiedziach, zachowaniu, dojrzałość. Ja uważam, że zawodnik, który może zrobić wielki postęp w następnym roku, w tym 2022 roku. Antonie, jakiś głos? Ja podzielam Wasz pogląd, macie rozeznanie bliższe, bo mieliście kontakt z nimi taki na co dzień, ja to tam, wiesz, fragmentarycznie tylko jak gra reprezentacja, także podzielam Wasz wybór. I tak nasunęło mi się takie nazwisko, bo mówiliśmy, że Częstochowa to jest takie, wiesz, takie no powiedzmy sobie teren, który dopiero przebija się przez wielką piłkę, ale oni mieli też takiego piłkarza, który był odkryciem roku, co prawda nie grał w Częstochowie, ale grał w górniku Zabrze, nazywał się Kołaczik. On miał wtedy chłopak, miał 16,5, prawie 17 lat, to była maskotka drużyny, fantastyczny chłopak i ja go wprowadzałem, miałem olbrzymią satysfakcję do zespołu, potem wyjechałem do Tunezy i rozpocząłem karierę inną i co się okazuje, że chłopaka, no, za szybko chciano osiągnąć to, o czym żeśmy mówili i były problemy z sercem. No i trochę stracił z dwa lata, żeby dojść do siebie, żeby po prostu, no, wyleczyć się na tyle, żeby grać i już nigdy nie wrócił do tego pułapu, do jakiego był predystynowany. Ale Antoniu, mówisz ciekawą rzecz, bo Zbyszek chyba był też w 76 odkryciem roku, ale był też Hnatio, dwóch piłkarzy akurat. Półka nożna z reguły nominowała jednego, a tym razem... Salowa Wola wtedy, tak? Salmielec, Salmielec. Salmielec, Salmielec, taki blondynek, taki blondynek. Ale zaczynał w Stanowej Wojni. Antka bym dzisiaj zapytał, bo ja nie wiem, co się dzieje w Sknatiu, ale więcej wam powiem. On nie zaistniał na poziomie pierwszej reprezentacji, mimo, że był odkryciem roku w Polsce. To też czasami, to, że ktoś jest odkryciem roku, to nie jest takie oczywiste, że później zrobi karierę, prawda? No to wtedy pracowali w tej narzędzi starej generacji, starsi ode mnie. Niestety, ja tylko powiem... Każda ładna dziewczyna w wieku 19 lat jest potem dobrą żoną. Zbigniew Natio zagrał jeden mecz w reprezentacji Polski, ale niestety on już zmarł parę lat temu. Ale niczego? To nie wiedziałem, naprawdę. Tak, tak. Nie, nie, parę lat temu chyba, nie? Tak, tak, tak. Jakieś, ja wiem, 6-7 lat temu. A, zmarł 6-7 lat temu. Tak, tak. Ale rzeczywiście, tak, a jeśli chodzi o odkrycie, no to ja jeszcze tylko dorzucę. Tutaj bym jednak wymienił trochę przewrotnie nazwisko Karola Świderskiego, bo to jest piłkarz, który rok temu o tej porze nie miał żadnego meczu na koncie meczu w kadrze narodowej. Oczywiście, był już w klubie zagranicznym, był znany w Polsce, wyjechał dlatego właśnie za granicę, ale dla Polski on jeszcze nie był odkryty. Grał w... On był rezerwowym w Młodzieżówce, u Czesława Michniewicza, rezerwowym. Tak, tak, w Młodzieżówce właśnie. Czyli to jest, można powiedzieć, też duże odkrycie, bo... Ciekawe. Teraz wiemy, że mamy napastnika, prawda, kolejnego. Świderski się pojawia jako piłkarz roku, kandydat na trzecie miejsce, powiedzmy, wiem, przegłosowany zostałem, ale też... To ja bym proponował, żeby jury tutaj się wypowiedział, bo to jest bardzo ciekawe, też takie stwierdzenie Antka, bo my Świderskiego tak już nie chcieliśmy wkomponować w odkrycie roku, bo wydawało nam się, że zawodnikiem dużo, dużo starszym. Natomiast to nie jest zawodnik, to nie jest zawodnik, który... Ile on będzie miał? Dwadzieścia chyba pięć lat, dwadzieścia cztery lata, prawda? Droszkę starszy jest niż Kozłowski i Kamiński. To jednak, ja jednak bym powiedział, że z całym uznaniem dla Świderskiego, to ja jednak zostanę, ja jednak zostanę przy Kozłowskim. No ja też może przy nim, dlatego, że powiedzmy sobie tak, należałoby zadać pytanie pomocnicze, który za rok może zajść dalej, zrobić więcej i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że tutaj Kozłowski... Trzeci, Kamiński. Trzeci, Kamiński. On też ma, Kamiński według mnie ma bardzo duże perspektywy, jeżeli poprawi, jeżeli poprawi, jeżeli poprawi... No to proponuję, że dajemy wszystkim czemu skrycie. Właśnie ja nie lubię... Panie trenerze, nie stać nas na trzy statuetki. Ja trochę nie... Właśnie muszę tutaj... Bo jestem zawsze... Sam namawiam piłkę nożną za dwie statuetki za 2017, ale i nie jestem, bo na koniec Kozłowski, zróbmy Kozłowskiego, niech będzie to jeden. Natomiast najtrudniejsze pytanie zadam na koniec o trener roku. Trener roku 2021. Jakbym ja miał tak podpowiedzieć jako dziennikarz, dwie kandydatury się rzucają w oczy. Jeden zdobył Mistrzostwo Polski i awansował z Legion do Ligi Europy, Czesław Michniewicz, ale drugi zdobył Wicemistrzostwo Polski, zdobył Puchar Polski i zdobył Super Puchar Polski i też mimo wszystko Zbyszego mówił o tej drodze Rakowa do Europy, ale ostatecznie oni w play-off byli tej walki o Ligę Europy z belgińskim bardzo silnym klubem odpadli. Czyli mam na myśli Marka Papszuna. Michniewicz, Papszun. Sam się skłaniam do Papszuna, bo wydaje mi się, że przegranym tego roku jest też Michniewicz. Tak jak był wygranym w tym roku, tak jest przegranym tego roku Michniewicz. A Papszun jest wygranym. Jeszcze Legia go teraz chce, angażuje. Nie wiem właśnie, co będzie. Tak, ja uważam, że Marek Papszun. Właśnie dlatego to, co powiedziałeś, że jednak Czesław Michniewicz, no ten koniec jest niedobry i wyglądałoby to jednak dziwnie. Ciekawy jestem, jak piłka nożna zadecyduje, bo wydaje mi się, że jednak to, co się działo, ta seria porażek, no położyła się cieniem na ocenie kadencji Michniewicza, a faktycznie mistrzostwo Polski, faza grupowa Ligi Europy, jako jedyny polski klub, no też trzeba docenić, ale jednak Marek Papszun, który też jest właśnie tym obiektem pożądania Dariuszami Oduskiego, nie wiem, czy to jest aktualne w naszym ciągu po zatrudnieniu Wukowicza, no tutaj zasługuje na... Panie Dzienerze, Pana zdanie? Ku Papszunowi z racji, że wszystko przed nim, że Michniewicza znamy, on dostawał wielokrotnie szanse na różnych, że tak powiem, pozycjach, pracował w różnych miejscach, PZP-nie, parę dobrych, pięknych lat, też miał dobre wyniki, także, ale chyba, chyba, wiesz, więcej to wyróżnienie dla Papszunowi, jak Michniewiczowi. Ja tutaj też widzę ta końcówka, nie tylko, że przegrał, ale czasem odejście trenera jest takie, to powiedziałbym, dość przykre, odejście Mourinho z Realu Madryt, no chór zapiam, trener kreuje piłkarzy, ale piłkarze trenera, stał się wielkim trenerem w skali światowej, a potem pluł na nich i wywoływał różnego rodzaju skandale. Ja jestem zawsze przeciwny temu, że trener na końcu, mimo, że został zwolniony, nie zachowuje klaszy. Także tutaj bym się skłaniał ku Papszunowi. Ja was zaskoczę, ja was zaskoczę i muszę powiedzieć, że jestem zgodny z wami. I przede wszystkim, co zdecydowało? Zdecydowało o tym to, że rzeczywiście gatunkowo, ciężar gatunkowy, zdobyć tytuł mistrza Polski i zakwalifikować się do Ligi Europy, to może na wadze, może na wadze to nawet więcej ważyć, niż być zwycięzcą Pucharu Polskich, być wicemistrzem Polski, ale z drugiej strony, jeden trenuje Legię Warszawę Potęgę, drugi Raków Częsta Chowa. A to, co przeważyło, myślę podobnie jak wy, to jest to, że spotkali się w Super Pucharze też. I w Super Pucharze Papszun ograł, Czesia Michniewicza, także ja tutaj jestem absolutnie zgodny z wami. Pana wie, bardzo dziękuję za to posiedzenie, kolegium wręczę tę statuetkę. Chcę przypomnieć, że prawda futbolu już wybrała kiedyś Czesia Michniewicza trenerem roku, w 2019. Tak było? Muszę podnieść do góry, tu mam opłatki, łamie się z wami, sam je skonsumuję, wszystkie, żeby żadne z moich wnuków, czy kto inny nie. I naprawdę życzę wam wszystkiego, najlepszego dla waszych rodzin, dla waszych dzieci, dla wnuków, serdecznie wam dziękuję za możliwość brania udziału. Pozwoli, że jako najstarszy złożę też ukłony i najlepsze życzenia dla wszystkich kibiców polskiej reprezentacji, dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Wszystkiego dobrego. Antoni, dziękuję. Panie Biorze, ja tylko dodam jedno, że ja się dołączam do pańskich życzeń też wszystkich, całej polskiej społeczności, nie tylko piłkarskiej, ale polskiej społeczności wszystkiego lepszego zdrowia w tych ciężkich czasach. A z Panym jestem umówiony, Panie trenerze, na spotkanie, że tam muszę podjechać do Wisły, do Pana, na takie prywatne, żeśmy sobie porozmawiali. Proszę ten koniaczek tam cały czas trzymać, żeby, żeby broń Boże, go nie konsumować. Także jak przyjedziemy, to sobie będziemy mogli spokojnie o piłce porozmawiać, ale już bez prawdy w futbolu, tylko sami. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję za wszystko, to zawsze były miłe, wspólne czasy. Dziękuję. Dziękuję, potwierdzam. Antonio, prawda w futbolu łączy ludzi, czasami będzie wykluczona w picia tego koniaku, ale to... Antonio, ja tam metaksy... Dziennikarze mają sobą głowę, dziennikarze mają sobą głowę. Słuchajcie, bardzo dziękuję wam za dzisiejszy lat. Wielka sympatia, prawda w futbolu. Dziękuję, że ma takich zaszczytnych gości, takie grono. Wigilię, Wigilia, prawda w futbolu. Zbigniew Boniek, Antoni Piechniczek, Antoni Bugański, Roman Kołtoń. Zalajkujcie, jak się podobało. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.